приветствую всех друзей вы на канале шэдверил play меня зовут дмитрий друзья мы с вами в дополнение r3 шэдов of the r3 финальная собственно сегодня серия и выпуск которого по идее не должно было быть если бы мы быстро победили радана но поскольку я рада на побеждал очень много часов смотрите кто не смотрел последнюю серию то ничего не поймете насколько это было тяжело то решил я вернуться сюда уже отдохнувшим до глаза у меня конец то перестали быть красными и слепыми руки распухли дать не распухли отпухли ну короче вернулись первоначальный вид потому что 7 часов долбить джойстик геймпад вернее и сами понимаете без без последствий это все не обошлось как я уже говорил бы с вами победили самого сложного босса какого я только встречал вообще в играх 7 часов ну и два часа на подготовку перед этим то есть сумме 9 часов ну а реально 7 часов без перерыва мы побеждали консорта радана всеми силами чтобы добраться вот до этих божественных врат и войти в них мы не сможем потому что там нет ступенек как бы залетели и коровку свою вызвать тоже не могу в общем в общем друзья сегодня мы записываем с вами финал записываем с вами последний выпуск по элден ринг вообще в целом и по игре и по дополнению вернулся чтобы спокойно поговорить связано поговорить если получится связано поговорить все равно еще у меня остались какие-то знаете флешбеки я плохо сплю теперь радана везде вижу он меня преследует кошмарах реально его сне по моему с ним опять дрался и я его снова победил да на радан радан это что-то с чем-то конечно хочется конечно и поругать тех кто такое сделал но когда ты побеждаешь хочется сказать что да это одно из величайших достижений у каждого игрока я думаю ну одно из величайших как минимум будет победа над этим боссом тем более победа твоим оружием никакому тата там билду которому там есть гайды да как его побеждать а именно твое родное оружие каким бы оно ни было которому ты привык с которым ты убил сотню боссов потратил 300 часов на всех этих боссов и вот вышел с любимым любимым блин щитом я все еще плохо разговариваю со своей кровавой катаной кровавого тяготана который нашел сто лет назад и все и доспех стража древа который собственно с нами был с конца до игры да с финала где-то под финал моего где-то там раздобыли уже не помню где и с вот такими талисманчиками склад великого кувшина это чтобы вес снаряжения у нас был гораздо больше благодаря этому талисмана мы с вами можем носить тяжелые доспехи пользоваться щитом и всем остальным я и хорошо прыгать за самое главное то есть я и хороших доспехах относительно но есть конечно получше доспехи но не еще тяжелее я бы их не надел и могу прыгать как гимнаст в принципе прыгаю нормально можно конечно лучше прыгать но мне этого хватило потом золотую косу которую мы нашли подождите я сейчас покажу золотую косу которую мы отыскали вот вот этом вот секретном месте все-таки это место не оказалось настолько пустым как другие места и здесь хотя бы были несколько полезных вещей даже очень полезных для финального босса ну и и развязка одного из на самых интересных квестов в дополнение все остальные квесты какие-то такие прямолинейные а этот такой даже был с драматичной ноткой такой с сестрами этими елана и анной так вот что еще не показывал до показывал косу мы нашли именно на той секретной локации которая открывалась помощью жеста то есть без подсказок мы бы туда не попали талисман большого щита это для блокировки поскольку у меня щит был хреновенький я понимал что нам нужен хороший щит против битвы с радоном я его даже прокачал но перекачивать характеристики я очень не хотел это невероятная невероятно на нас кучно перекачивать характеристики подстраиваться под какие-то билды чтобы победить босса это для меня наверно была бы трагедией поэтому я очень счастлив что мы за всю игру и за все дополнение ни разу не перекидывали статы и этот щит мы усилили вот этим вот талисманом и он получился вроде бы такой ничего конечно очень сильно сильно не хватало во время серии атак радона во второй фазе из-за этого настолько времени мы и провозились но тем не менее мы его не предали мы с этим щитом до конца пробыли ну и талисман без которого я не знаю вообще как играть дополнение талисман с кровавыми семенами мы его нашли кстати здесь же да да здесь же нашли нас был более слабый талисман вот у нас было такой вот в основной игре а это талисманом подобрали где-то в дополнение уже точно не скажу где но где-то был и этот талисман значительно восстанавливает больше а за после применения багровых слез потому что я не знаю как люди им не пользуются но ешь-моешь как же можно вот в финальных боях восстанавливать себе 30 процентов или 35 линии этот талисман восстанавливает где-то 60 65 вот так примерно около 70 может 70 ряд ли но но 30 процентов первое восстановление вообще без талисманов 30 процентов талисманом где-то 40 по моему а это где-то 60 вот так вот но это очень важный талисман то что без него получать удары от противников просто просто выжить будет очень сложно и вот это вот подборка талисманов на вид очень простых без всяких там изъянов нам помогла уложить радона ну и 14 бутылок маном с вами выбросили и вот эта бутылка фляга чудо с чудесным снадобьем та самая с которой мы проходили всю собственно практически игру там еще в начале помню не в начале в середине игры пытался мешать какие-то снадобья чтобы подобрать себе более подходящие и вот остановился на этом и как сложилась судьба то наша да вот это вот самая фляга которая меня пузырьком обволакивает и дает один удар поглощает один любой удар который бы мне не наносился и не забирает у меня линии и восстанавливает половину здоровья и вот благодаря этой фляге мы пережили самую страшную атаку радона во второй фазе или даже не во второй фазе можно сказать третьей фазе уже уже как будто третья фаза уже у него начиналась когда он взлетал и падал на область наносил 80 90 процентов урона то есть если тебя линия не стопроцентно ты умрешь то точно умрешь в общем это фляга очень сильно выручал в общем в общем не предали мы ни катана не предали мы ни щит не нашу броню и спустя часы очень тяжелой битвы все таки его заболели радоваться сил уже не было просто нужно было просто нужно было сказать всем до свидания я вырубился и проспал на на целый день эта серия наверно выйдет вслед за предыдущей серии потому что она прошло какое-то время уже я два дня где-то она прошла после финального боя не сразу записываю как вы понимаете чуть отдохнул меня был запас серий и и собственно вот и собственно вот мы с вами победители я посмотрел дальше идти точно некуда это конец дополнения больше больше двигаться некуда хотя такое ощущение что хочется в те врата еще пролезть и попасть еще куда-нибудь на какой-то остров вот будет весело если миядзаки допилит еще какой-то остров на часов 30 в целом у нас прохождение дополнения заняла до хрена времени она заняла нас половину всего времени элден ринга мы с вами отсняли сейчас я так правильно понимаю до 32 серию нас будет дополнить 32 серия с со средним хронометражом серий в 23 часа то есть по сути мы с вами где-то 60 70 часов бахнули на дополнение ну нормальные люди естественно проходят его за 30 часов они нормальные типа меня как обычно вдвое больше потому что мы с вами исследовали абсолютно все абсолютно всю территорию какую только можно мы заглянули это что такое святая трина сочи может еще туда слетать те ульета помера что нам интересно скажет а если я выпью там этот а вот это вот это которая в замке сена на мы сейчас все это по порядку посмотрим потому что это главное не сбиваться так вот мы обошлись с вами абсолютно все побывали вроде бы везде может быть вот эти острова еще как-то зацепить можно но наверное нельзя дело в том что я вот перед этой серией посмотрел если нами у нас вернее если пропущенные подземелья которые мы с вами не нашли в дополнении нифига мы с вами открыли все дополнение и собрали по моему 100 процентов оружия которое можно найти было в этом дополнении сто процентов может может не сто процентов будет 90 процента держи сейчас это упустили на подземелья вроде бы я вот так вот смотрел одно за Вроде бы я в каждом побывал, не знаю. Плюс, и что еще можно сказать, по корням. Корни, ну, мы это и так знаем, да, мы собрали с вами сами полностью благословение праха славного духа. Докачали до 10 уровня и без подсказок нашли 25 вот этого праха, спрятанного по всей карте. И практически полностью нашли благословение древа упадка. Мы докачали с вами до 18 уровня самостоятельно, ну, практически до 19, не хватило одной штуки. И 4 семени нами было упущено, или 3 даже. Нет, 4, 4. То есть я хотел прокачаться до 19 и думал, что еще там может уровней 5-6, нифига подобного. Всего 50 кусков этого самого благословения древа упадка. И мы с вами нашли 46. 4 уже нашли по подсказкам, по гайдам и прокачались по максимуму. То есть нам здесь сделать больше нечего. Это кто? Старуха Роговест. А, это та, которая смеется все. Слушайте, еще кто-то и остался. А эта, куда делась? Эта, которая, помните, она в хранилище, 7 этаж. Вход в темный покой. Темный покой. Ладно. В общем, друзья, исследовать нам, к сожалению, нечего. Я надеялся, что мы с вами сюда еще вернемся в последней серии. Пока будем с вами тут обсуждать Байрадена, что-нибудь поделаем. Осталось только у нас 2 маленьких дельца. Первое дельца это великаны. Те самые, которые 2 остались. Помните, которые в ноги убить нельзя, а в голову мы не знали как. Их надо забрасывать горшками, когда уже узнали. И отложили это на потом. То есть у нас еще 2 великана бродят. Я даже помню, где они бродят. Живые. Один бродит возле этой башни, в вот этом проходе. А второй где-то вот тут. По-моему, в Красных Землях бродит. Сейчас мы с вами наделаем этих горшков. Пойдем этих великанов немножко пощекочим. Прямо с этого места. Давайте проверим вот эти вот. Бабку давайте проверим. И пойдем охотиться на великанов. Подожди, сатая Трина, это же я помру. А где бабка? Ну давай к бабке сбегаем. Давай к бабке сбегаем. Это первое дело, которое надо великанов убить. И второе дельце, которое, 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 которое у нас еще тянется с основной игры. Попробуем его провернуть, если оно не закрылось, если получится. Вон народ бродит. Так, нам на балкон и к бабке. Посмотрим, что бабка скажет. Ну, наверное, ничего. Бабке-то зверь, собственно, был важен. Да, бабуль. А, и третье еще дело есть, точно. Сейчас все сделаем. Привет. О, небеса, это же могучий страж, сильный отважный. Не говори ей, так знаю, дело сделано. Благородное дело не спорю, воздать нашим врагам под заслугом. О, небеса, узрели наши страдания. Пламя твоей ярости и бесподобный танец. Может, тебе это покажется глупостью, но я состряпала праздничное блюдо. Буду рада, если ты разделишься на трапезу. Ешь, ешь, пока не насытишься. Слушайте, она мне все время будет давать похлюбку со скорпионом, представляете? Приходи сюда, раз в день, наверное, будет давать. Еще одна дельца. Да, я про него забыл. Еще одна дельца нам нужно на алтарь размножить. По-моему, здесь, да? Где же алтарь был? Размножить то, что мы должны с вами размножить. То, что нам рада наставил. Тут есть алтарь. Я его специально сберег, не размножал всякую ерунду. Хотел размножить именно финального босса. Вот мы его еще размножим. Потом пойдем поохотимся на великанов. Два осталось у нас. И сделаем одно дело из основной игры. По-моему, нормально, да? Давайте сюда еще сронем. Три дня я отправлюсь чуть-чуть попозже. Глядем, что он там мне скажет. Еще пойду посмотрю в замок, где сидела вот эта вот Грива. Или как-то меня звали. Блин, Фрея. Блин, Грива. И куда они все делись-то? Ну, часть квестов мы запороли, потому что не поговорили вовремя с кем нужно. Поэтому Фрея нам ничего не сказала. Там вон руки пасутся. Так, аккуратно тут. Сейчас давай, наверное, поставим. Правильно, вторая. Я вообще не туда бегу. Красавчик. Обратно бегу, а что мне? По-моему, там у нас алтарь находился. Как раз рада нашлепнули. Сейчас пойдем, если не наверху. А вы не помните, где был? Надо было метку оставить. Слышите, тут есть... А, тут же ж звери было. Но зверя уже не было. Зверя мы уже убили. Значит, не сюда. У меня, правда, 113 тысяч. Вот, смотрите, какие руки... Какие руки агрессивные, блин. Нафиг. Где-то здесь. Тогда надо было забраться. Там, правда, тоже руки были. Да, сюда. Блин, только сейчас, чтобы она меня не достала. Это сейчас начнет меня преследовать. Почти попал, слышите? Да, именно туда мне нужно. Почти попал меткой. Не глядя. Сейчас с вами отправимся, размножим. Пойдем к бабке чтиться пальцев. Посмотрим, что там очки. Предлагается зарада на какие-то два предмета. И два сможем забрать, если размножим правильно. Конечно, доедем до того момента. Что-то еще неизвестно. Подождите, тут столько рук было, я помню. Как сейчас начнут бить со всех сторон. Тут и висели, и сидели. Так, вот это... Вон он, вон, есть алтарь. А эту не трогай руку, можем обойти даже ее. Слушайте, попал вообще. Чутко попал. Эти пираты и всяким мелочам. Вот, вот здесь давайте размножим. Если меня сейчас они не увидят. Да, не увидят, уже увидели. Гуд-гуд. Давайте, можно не трогать. Так, рад он. Вот он наш дорогой. Воспоминания боги-повелители. А это кто? Колоссажатель, блин. Я пиво тоже размножил. Воспоминания о Райдлоне. Консорте Микелла. Да, давай его размножим. Удвоим. Все. Мы это сделали. Теперь убираем метку. Переключаемся. Да, сейчас меня не сожрут. То мы с вами быстро круглый стол мотнемся. И получим две награды за Радан. А почему бы и нет? Почему бы, собственно, и нет? Так, бабка сегодня как не выучит. Сидит вот здесь. Ну, вернее, сидит. Сидела раньше, теперь лежит. Забираем то, что должны получить. Радан. Дважды. Слушайте, два меча можно получить в руки. Охренеть. У него три награды. Двуручник Радана легкий. Огромный меч. Колющий. Мудрость 15 нужна, чтобы им пользоваться. И второй такой же. Ну да, у него в двух руках он был. Только расход... А, тут будущий консорт. Тут стремительный удар. Смотрите, тут раз... Повелители легкие. Разные вещи. Ну, характеристики те же. И вот эта фигня. И создает столб света, уничтожающий врагов. Вера 72. Это для мага. В общем, если качать какой-то новый билд, получить в две руки два двуручника от Радана, это, по-моему, неплохо. Согласитесь. Ну, давай посмотрим. Ну, крутяк же. Сотри, два меча. Ну, взять не могу, конечно. Ну, есть же. Есть же. Маск-мудреца это с наших героев по-моему, выпадала. Эта вся фигня. Там собирали мы. Два меча. От Радана. Берешь руки и начинаешь всех резать. Как он нас резал, так и мы его. Так, тут все. 113 тысяч я пока оставляю. Пусть у меня пока полежат. Сейчас мы с вами возвращаемся обратно. Я хочу посмотреть во-первых, во-первых, замок, где была Фрея. Она, по-моему, была либо здесь, либо здесь. Точно не помню. Возле какого-то костра была, возле камина сидела. Сейчас найдем. В замке вот этого вот. Нет, не здесь. Не в этом. Не здесь. А, она тут и сидит. Слышите? Фрея тут и сидит. Она все еще занята, да? Ну, мне кажется, это баг. Я не знаю. нет, не баг. Все, Фрея уже нет. Смотрите, она оставила что-то и ушла. Двуручник Фрея. Шлем Фрея. Доспех Фрея. Перчатки Фрея. По нам же Фрея. Еще один двуручник взяли. Сколько этих двуручников в игре-то, да? Забрали мы ее двуручник. Изогнутый двуручник рубящий. Тоже неплохой. Мне очень не хватало одноручного оружия. Реально. Я, может быть, даже какое-то другое прокачал. Вы мне, конечно, писали. Давай, наверное, прокачаем на дополнение. Ну, уже в конце. Какой-нибудь новый меч. Ну, ребята, вы понимаете, что смена тактики в таком сложном дополнении это конец. В это дополнение, во-первых, совет ставить новичкам, по моим ощущениям. Ну, кто не новичкам, кто будет играть с нуля. Я рекомендую пройти игру сначала полностью. Целиком и полностью взять, пройти до финального босса и не входить в новую игру плюс. Ну, как, собственно, мы с вами и сделали. Сейчас объясню, почему. Потому что, если вы начнете проходить эту игру и войдете, убьете Мога, да, там раньше времени. Убьете Мога вот здесь вот. Ну, или раньше там как-то можно войти было. Ну, мы заходили, по-моему, отсюда. Мога крова, крова этого, какого-то там, кровосажателя, или как он там называется. А что ты это такое? Торгуец-отшельник. Ладно. Не отвлекайся. Так вот. Вы просто испортите себе всю оставшуюся часть игры, которая у вас осталась. Дальше. Потому что, в дополнение, вы встретите таких противников, ну, и Радона, естественно, как Вишенка на торте, которые отобьют вам все желание сражаться дальше. Вы просто пройдете Радона. У меня, у меня желание сейчас просто взять и удалить, нафиг, Elden Ring и больше в него не играть. До, после прохождения Elden Ring у меня было большое желание перепройти его за Мага, например, да, или там под другой класс какой-то, или еще что-то с нуля взять и пройти. Но после прохождения дополнений у меня одно желание удалить. Вот вам и разница между игрой и дополнением. В чем, да, какая? Черный страшно, очага любителей креветок. Существует столько торговцев у нас осталось, в дополнении никого. Так вот, пройдите сначала полностью игру, получите реально наслаждение, плавную прокачку вашего героя, поэтапное восхождение к интересным боссам. Они повторяются только в этих, повторяются вот в таких местах, как они там называются, в подземельях повторяются эти боссы, дублируются. Но по карте практически нет. Вы не встретите 8 драконов подряд, вы не встретите 2 бегемота, 2 корня вместе, 2 всадника вместе, что там еще было у нас парами. Здесь все продумано. Эту карту, я думаю, рисовали много лет, чтобы игроку было интересно и поэтапно разбиваться, и чтобы он не бросил игру. На середине, как это хотелось сделать, многим, об этом чуть попозже, скоро расскажу про рейтинги, многим дополнение на первом боссе, да ладно, на середине точно, потому что, когда ты понимаешь дополнение, что тебе нужно не проходить боссов, как все идут сюда, что подраться, понятное дело, а тебе нужно найти усилители, потому что без усилителей ты будешь лететь с этими боссами, как мы собственно летели в самом начале. И поэтому ты вместо того, чтобы, знаете, ну многие, что приходят сюда посражаться с противниками, проявить свой скилл, посмотреть, каких новых неприятелей завезли, а получаем мы другое. Ты иди, ищи по пустой карте вот эти вот штучки, и когда ты найдешь нужное количество, тогда можешь выходить на боссов. Это, конечно же, понравится далеко не всем. В основной игре такого не было. В основной игре, даже если ты начинаешь играть и засовываешься случайно не на ту территорию, ты понимаешь, что здесь тебе врезали, помните, мы сюда забежали, нас дракон тут принял, и я нафиг отсюда пошел, потому что понял, что это вот этот красный зон, еще нам сюда рано. Мы опять же вслепую все проходили по ощущениям, и реально разработчикам удалось, удалось, вот без всяких там, знаете, вот этих вот увеличения сложности, это идиотское, вот это вот унижение игрока, когда он не может рядового противника убить, вот сюда ты попадаешь, ну вроде кого-то можешь убить, а когда встречаешь босса, понимаешь, что еще пока рано, и пошел в другую сторону, и здесь начинается твоя поэтапная прокачка, поиск редких вот этих кузнечных камней, сначала простых, потом получаешь какие-то теневые, сначала ты не понимаешь, что это за теневые камни, зачем они вообще нужны, но понимаешь, что где-то когда-то ты их применишь для какого-то оружия, они тебе понадобятся, ищешь вот эти вот сферы колокольные, которые потом сдаешь в магазин, и получаешь возможность покупать эти самые камни, увеличиваешь количество фляг, что очень важно в сражении с противниками, ты становишься сильнее поэтапно, у тебя нет этой идиотской сложности, которая на тебя брушивается в самом начале, и делает из тебя какого-то идиота, как будто ты первый раз пришел в Элден Ринг, и понимаешь, что ты ни черта сделать не можешь, это такое было на самом старте, когда мы с вами пришли, когда мы с вами пришли вот в эту локацию, вот тут мы вышли, и нас тут уже начали отмудохивать, понимаете, рядовые противники, которые с одного двух тычков убивают человек, который прошел Элден Ринг, убил зверя Элдена, набрал 200 уровень, у нас меньше был, на 180, по-моему, был, но все равно, да, и какой-то рядовой противник тебя гоняет по этому полю и сбивает, как младенца, нафиг, и ты тогда начинаешь подумать, подожди, что-то тут не то, нафиг, ну ладно, посмотрим первого босса, идем, идем, идем на этот, где-то развилка была, да вот первый босс у меня был, многие его пропустили, а я не пропустил, вот первый босс был, у меня безымянная западный мавзолей, там был обычный противник с мечом, я когда с ним сразился, когда я его победил, я понял, нас ждут большие проблемы, в первый же поединок я просто офигел, я, 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 я начал понимать, что дальше это будет просто ад, противник настолько крутой, сравним с сильнейшими боссами, да, у него не было там каких-то спецэффектов, крутых там, каких-то ударов секретных, но этот противник был настолько крутой, что я сразу почувил что-то неладное, пошли потом дальше, да, пошли потом на перекресточек, пришли на перекресточек и забрели вот этот вот замок, вот, вот тут был проходик у нас, зашли вот этот вот замок и добрались до какого-то кота льва, или как он там называется, танцующий лев, и вот на коте льве я понял все, я понял, что нас ждет адище, кот лев, это, это что-то с чем-то, мы его убили за два, по-моему, часа или три, около того, там шансов тоже выжить очень мало, и самое страшное, что он тебя убивает с двух тычков, а тебе надо его ударить раз 50-70 со своим максимально прокачанным оружием, максимально прокачанным игроком, ну, такое ощущение, что больше ты не будешь качаться, правда, не максимально прокачанными вот этими веточками или древом вот этим, который где-то находится, и ты понимаешь, если ты оставишь этого босса и начнешь гриндить, ну, как я говорил во время прохождения, я гриндить люблю, ну, не гриндить, а исследовать, давайте исследовать, гриндить я не люблю, а исследовать я люблю, поэтому Но насчет этого я не волновался. Да, мы потом отправимся по всем углам, я думаю, понаходим нужное количество, и нам станет легче. Ну и что ж мы с вами стали получать? Кстати, льва мы убили без прокачки. Без прокачки и без всего. Мы начали с вами искать, получать эти вещи, и стали понимать, что этих кусков древа надо собрать дохренища, чтобы чувствовать себя комфортно на этой карте. Потому что, ладно, льва-то мы убили, но рядовые противники как тебя убивали с двух тычков, так и убивают. То есть, то есть качаться долго и нудно. И тут появляется Рилана. Рилана, я считаю, ну теперь после Радона вторым по сложности боссом, несмотря на то, что мы убили ее довольно быстро, наверное, за час, может быть, убили. Даже меньше, минут за 40, наверное, убили. Но я считаю Рилану одним из самых крутых боссов в Уэлден Ринге. Даже не в дополнении, в Уэлден Ринге. Это я говорю как со стороны мечника и щита, которые любят фехтовальные бои и сражения на мечах и щитах именно, вот именно контакт. Вот этот противник вас проверит на 100%. Если хотите, приходите сюда пораньше. На самой ранней стадии вы ощутите все эти прелести Риланы, когда она практически может увернуться от любого твоего удара, а ты хрен ее ударишь просто, понимаете? Настолько выверенный босс, что я даже удивился, что его не засунули куда-то в основную игру. Она достойна быть где-то в основной игре, чтобы именно многие, которые до нее дойдут, проверили свой скилл фехтования и сражения на мечах. Это один из лучших боссов, и я вспоминаю его с теплом, несмотря на то, что она очень сложная. И очень бы хотел бы с ней еще раз сразиться, но для этого мне нужно начинать новую игру плюс или играть заново, но уже, наверное, не свидимся с ней, к сожалению. Но босс очень крутой. Опять же, мы его прошли непрокаченными будучи, потому что вся прокачка начиналась вот как раз за этим замком или ниже, куда мы не пошли. То есть на нулях мы его прошли и ощутили эту прелесть. То есть лев мне не понравился, потому что там был ад, напихали в него что попало. Я не знаю, наверное, знаете, зачем его сюда засунули? Наверное, чтобы отбить желание нападать на босса в дополнение с нуля. А вот Релана оказалась именно тем боссом, который вот тебя вдохновил проходить дальше дополнение. И очень хорошо, что мы не нашли обходной путь, который... Где он? Вот тут он, по-моему. Нет, подожди. А, вот тут он находился. Вот, через вот этот вот обход. Вот сюда мы запрыгивали, в форт прорицания. И хорошо, что мы не пошли вниз, а пошли сразу на Релан. Потому что если бы мы с вами спустились вниз, мы бы насобирали тех осколков древа, большое количество. Залезли сюда, представляете? Тут у нас тоже куча дракон был-то идиотский. Куча всяких было у нас кусков древа. И мы бы к Релане либо вообще не пошли, потому что можно ее обойти. Либо пошли уже прокачаны. Это был бы уже другой босс. И другой бой, и другие совсем впечатления. Так у меня получилось, да, увидеть ту самую Релану, которая задумывалась разработчиками. Да, и напомню, что первого босса, ну вот этого, естественно, с первой серии, Льва и Релану, мы проходили до патча разработчиков. То есть проходили до того, как разработчики посмотрели на рейтинг игры, дополнение вернее, поняли, что он сравнялся, после того, как они врубили максимальную сложность, сравнялся с рейтингом Dragon Dogma 2. Один в один было. Вот я не уру, честно. Здесь посмотрел падение рейтингов по датам именно, как он менялся, как игроки оценивали дополнение. После выхода дополнения, это сейчас рассказываю про рейтинг, после выхода дополнения рейтинг был максимальный. Вот 99% просто все его ждали, и все сразу влепили, да, палец вверх. Мы в игре. Мы в дополнение, которое ждали несколько лет. И после первых минут игры, ну, может, после часа, может, после двух часов, встреча с первым боссом, не дай бог, с Риланой, со вторым, кто был не готов встречаться с ней, народ стал понимать, что тут не то. И нафиг обрушил рейтинг. Дополнение именно. Дополнение рухнуло в ноль. Это, я думаю, очень испугало FromSoftware, так как журналисты до выхода игры, которые получили релизную копию этой самой игры, хвалили игру, говорили, что это дополнение всех времен и народов, всех веков. Никогда в жизни никто не видел такого дополнения. Это самое лучшее. И тут на тебе, после двух часов игры, ну, ладно, первый день, давайте, первый день. Она вышла вечером. Нет, она вышла ночью. Она вышла ночью, и за первые сутки рейтинг упал туда, почти в отрицательное значение. Я могу представить, какой шок был у разрабов, когда они, не ожидая такой реакции сообщества, увидели вот это. То есть, великие журналисты, да, совсем не продажные, которые говорят 99 из 9, а обычный игрок говорит, что такое за нахрен, какого я выхожу сюда, а меня здесь разрывают с двух ударов. Зачем выкрутили максимально ручку сложности? Это я потом понял, зачем ее выкрутили, но об этом тоже попозже. И разработчик экстренно за первые, не знаю, наверное, дня три, может, два дня, за два дня, по-моему, выпускает экстренно патч, который понижает сложность, повышает свойства вот этих вот корней, которые мы собираем. То есть, раньше и корни ни хрена особо не давали, получается. Только после того, как их пропатчили, повысили урон игроков, напомню, мы тогда уже прошли реланы, уже выходили, по-моему, вниз, тогда рядовые мобы перестали нас убивать с двух тычков. Вот тогда вот чуть-чуть, чуть-чуть уже, знаете, началось совмещение с игровым процессом, и ты начал понимать, что ты находишься в дополнении, а не в каком-то хардкоре, который непонятно для кого сделан. Как я говорил, для 10% или для 5%, которые любят умирать с одного тычка, не знаю, может 10%, не знаю. Но я сам был на той стороне, когда не мог понять, почему такая сложность. И извините меня, как здесь качаться? Вы же понимаете, как я говорил, да, что я прихожу ко льву, у меня максимально прокачанный меч. Выше я его не прокачаю, как это стало понятно, да, во время прохождения. То есть мой уровень меча либо десятка, если теневыми камнями, либо 25, если обычными кузнечными. Все. То есть сильнее я не стану. Изучать новый вид оружия в дополнение, это смерть. С этими боссами, с этой сложностью, если ты пришел сюда, и у тебя нет своего любимого оружия, которым ты пользовался в основной игре, которому ты прирос, да, которая является, например, катана, 100% могу сказать, является продолжением моей руки, потому что я с ней просто слился. Ну, не только с этой катаной, у нас их три было. Я некоторые менял, но вообще вот эта вот катана, как она тут называется, утикатана. Еще есть реки крови у нас, но я ее меньше пользовался. А утикатана, это да, это именно мой меч, именно то, что я чувствую в этой игре, с которым я выхожу на любого босса, и знаю, что даже если она не кровавит, вот, например, рада на хрен было за кровавить тяжело, у него очень хорошая стойкость была, больше, чем у всех, кого мы встречали. Но я все равно знал, что я нанесу 1-2 удара в нужный момент. А если бы у меня было новое оружие, которое выпадает, например, в дополнение, да, и на которое намекают, а ты прокачай новое, ты все равно им нормально пользоваться не сможешь. А учитывая, какая здесь сложность, насколько сильно выкрутили ручку сложности, то у тебя будут очень большие проблемы с любым противником, потому что ты не привык еще пока играть с этим оружием. Тебе надо привыкнуть, перестроиться, знать его сильные и слабые стороны, знать его тайм-коды те самые, время на наношение удара, да. Ты должен это все чувствовать. Миллисекунда, это зависит от нее очень много. С рада нам это многие поймут. Которые выйдут, например, да, вот я вот такой билд, есть там такой-то, такой-то билд, который 100% рада нам убьет. Так вот, если вы, блин, никогда не играли этим билдом, вы ни хрена с рада нам не сделаете, поверьте мне. Ни хрена вы не сделаете. Вы все равно потратите 8 часов, 10 часов, но все равно будете мучиться. Нет, рано или поздно убьете, но мучиться придется. Нет такого, что ты нашел в дополнении какое-то офигительное оружие, взял его в руки и пошел крошить врагов. Да ни хрена, это дополнение не про это. Так можно было сделать вот здесь. Вот здесь можно было экспериментировать. И даже можно было взять лук и с него стрелять иногда. В дополнении это не прощается. В дополнении каждый любой противник, вот я сейчас выйду, он там красный ходит. Он тебя растерзает здесь, ты его быстро не убьешь. Я даже знаю, кто там ходит. Я всех друзей здесь знаю. И вот, поэтому, после выхода патча, который был, рейтинг игры начал чуть-чуть расти. Сейчас он находится чуть выше Dragon Dogma 2, но до хорошего рейтинга, то есть до положительного, ему еще очень далеко. А все из-за чего? Из-за, из-за гениального плана разработчиков сделать дополнение мега-хардкорным, от которого они частично уже отказались. Возможно, даже дальше еще. Мы с вами, правда, закончили уже дополнение. Я к нему не вернусь, не знаю, какие будут выходить патчи. Но, мне кажется, будет понижать еще сложность или увеличивать какую-то, не знаю, прокачку, может быть, какую-то добавят еще. Может, еще патчем добавят, возможно, дополнительный талисман, о котором я говорил. Очень не хватает развития персонажа в этом дополнении. Ты находишься в каких-то рамках, в каком-то ящике железном, в котором ты можешь только собирать куски древа. И которые, опять же, эти куски древа тебе помогут только на этих землях. Потому что в основной игре, если вы вернетесь, если вы, например, сюда раньше пришли, они вам не помогут. Они работают только вот на этих землях. Там обнуляется это все улучшение, и ты просто пролетаешь мимо. То есть, поэтому лучше всего прийти сюда, конечно же, после убийства зверя, финального босса основной игры. И я не знаю, почему разработчики не сделали это именно принудительно. Потому что раньше сюда попадать, это просто себе испортить. И дополнение. Потому что ты в нем ничего не сделаешь, туда ты зайдешь, не прокачанным еще полностью. Возможно. И, собственно, испортишь себе основную игру, потому что после дополнения, даже если ты пройдешь много боссов там, то ты будешь думать, что здесь творится такое же. И битва с Маленьей, ты будешь к ней относиться, как к битвой, например, к любому другому боссу в дополнении, и будешь уже не так восхищаться, когда победишь Маленью. А вот битва с Маленьей, это идеальная битва, чтобы полюбить именно Элден Ринг, и почувствовать себя победителем, когда ты одержишь победу над ней. Это тоже один из великолепнейших боссов в дополнение, ой, в дополнение, и в дополнение, собственно, и в игре. Наравне с Риланой, который протестирует тебя целиком и полностью. Все твои статы, характеристики, нервную систему, здоровье, то есть не надо будет к врачу идти на медосмотр, сразу все, что у тебя болит, с Маленья вылезет. Вот с Радоном тоже повылезало много чего, но у многих, я думаю, ой, да. И многие поняли, да, что, ну его нахрен. Потому что после победы с Радоном, я не знаю, вот после победы с Маленьей у меня была радость, именно, вот именно, знаете, радость победы. После Радона у меня такое ощущение, что я вернулся из ада, и возвращаться в этот ад я больше не хочу. Какое-то, знаете, чувство, даже не облегчения, чувство выполненного дела, которое меня очень тяготило. Я сбросил чемодан, даже не чемодан, наверное, скорее всего, шкаф, наполненный старыми вещами, гирями, которые мне нужно было донести от одного места в другое, с одного города в другой на себе. И вот когда я донес этот шкаф, вот такое у меня ощущение, что да, я его донес, но я совсем не хочу радоваться. У меня нет никакой радости после победы над Радоном, хоть он и Радон радоваться, да, сочетается. Но у меня чувство, хочется застрелиться, хочется поехать в Японию, купить катаны и поговорить с Миядзакем, сказать, как он до этого додумался. Но хорошо, что меня в Японию не пустили, и я никуда не поехал. Поэтому, поэтому, если сравнивать, опять же, боссов с дополнением и с основной игры, то даже ощущается не по-другому. Ну, кроме некоторых, за исключением некоторых. Здесь у тебя чувство, просто, знаете, о, мы его прошли, и все. И слава Богу, что он остался позади. Больше я к нему возвращаться не хочу. Ну, кроме Рилана. Рилана, да, я бы переиграл с удовольствием, посмотрел бы еще раз на ее мастерство. Все остальные боссы, какая-то тяжесть. Какая-то повторяющаяся тяжесть, какие-то вот эти тушки огромные, большие. И, собственно, за вот эти тушки, которые бьют тебя и физическим уроном, и магическими, и стихийными, каким только они бьют. И обязательно атака по области даже этих долбанных медведей, которые прыгают. Даже у них есть атака по области. Я в шоке. И увернуться от них практически невозможно. И самое страшное в этом дополнении, ты не можешь взять инициативу в свои руки. Ты не можешь вести бой. Ты выполняешь сценарный ход, сценарное планирование разработчиков по бою с боссом. То есть, у тебя есть окошко, которое раз в 30 секунд стреляет, и в это окошко ты либо выпиваешь бутылку, либо бьешь врага, либо что-то там делаешь, отпрыгиваешь от него, восстанавливаешь выносливость. Вот так я дрался с Радоном. И в основном все так боссы построены. Если ты начнешь проявлять инициативу, там, сделаешь, не дай бог, прыжок влево-вправо, это чревато перед запуском, потому что боссы убивают с одного-двух ударов практически все. А на стадии неполной прокаченности вот этими кусками древа ты совсем слаб. Поэтому там экспериментировать не дают. И поэтому боссы превращаются в рутину. Большинство боссов это рутина, причем они все одинаковые. Как я сказал, рыцари и драконы во время прохождения. Вообще, больше я, конечно, сказал во время прохождения. Кому интересно, смотрите непосредственно в сериях. Я там высказывался и ничего не скрывал ни от кого. На нашем канале я всегда говорю правду и высказываюсь по полной программе про любую игру. Если кому-то не нравится, смотрите другие прохождения, потому что я молчать не могу. Мне больно за игровую индустрию. Я очень боюсь, что игровая индустрия, если мы не будем ее критиковать за те продукты, которые выходят, рано или поздно превратится в современный кинематограф. Вот кинематограф, я, честно говоря, сейчас фильмы смотреть не могу никакие. Обсуждать этот вопрос можно долго, но я просто скажу, что кинематограф для меня уже не интересен. Слава богу, есть еще книги, слава богу, еще есть игры. Если не будем критиковать, то они превратятся как современные фильмы. Я начинаю смотреть фильмы, я примерно знаю, чем он закончится, зачем мне смотреть этот фильм. То есть, ты уже примерно догадываешься, что тебя ждет в середине фильма и какая будет развязка. То есть, уже не слишком сильно заморачиваются ни режиссеры, ни сценаристы. Есть какая-то повесточка, обязательно эту повесточку вплетают в этот фильм и благодаря этой повесточке ты уже, как бы, знаете, сполеришь себе финал, какой он будет, кто не доживет до финала, потому что есть повесточка, понятно, кто не доживет, да, кто доживет. Кто должен быть и как все сложится. Вот фильмы, интерес у меня начал пропадать. Если что-то не изменится, то кинематографу конец. Та же история с сериалами сейчас. Ну, с сериалами получше, конечно, там люди еще стараются, по крайней мере, но фильм, по-моему, чисто для зарабатывания денег, как сейчас, и, собственно, пытается лидер игровой индустрии, да, преподносить свои продукты. Вот недавно мы сыграли в охранительную игру под названием Dragon's Dogma 2, которая оказалась не Dragon's Dogma 2, а переиздание первой части, которую мы узнали, что это переиздание в конце прохождения игры. По сути, получили первую часть, только улучшенную, даже, нет, ухудшенную, первая часть была еще ничего. И тоже продукт, 3A, за максимальную стоимость, почему бы и нет. Потом выходит, вот, дополнение вот это вот, вот это прекрасное. Все бы ничего, конечно. Что я хочу отметить в этом дополнении? И можно бы, было бы, да, сократить это дополнение вдвое, потому что здесь, и в основной игре, кстати, можно сказать, но здесь больше, здесь больше ощущается пустота территорий. И сейчас объясню, почему эта пустота территорий в этом дополнении ощущается больше. Потому что, когда планировалось это дополнение, я думаю, был создан вот этот замок. Я думаю, он создавался параллельно вместе с основной игрой. Была группа разработчиков, которая за него отвечала. И вот этот замок. Вот. А все остальное, все остальное нужно было так прилепить, чтобы и по времени было, ну, дополнение не 10 минут, да, за час не проходилось. И чтобы, и чтобы не было игроку скучно. Ну и что сделали? Что сделали? Думали, думали, думали. Во-первых, надо было продумать прокачку. Я вам скажу, наверное, прокачка это не самое лучшее. Вот этими кусками древа. Опять же, потому что большинство игроков не любят исследовать ни черта. Они просто любят сразу идти по сюжету, экшен там и все, битва и все. Поэтому уже части это не понравится. А без прокачки ты не сможешь сражаться с боссами. Прокачка нужна в любом случае хотя бы до 15 уровня. Я посмотрел, кстати, процентовку прокачки. На 15 уровне у нас прокачка умножается на 2. То есть, урон прокачки древа умножается на 2, а урон получаемый нами уменьшается по-моему в 1 раз или в 0,5 раз. Не помню. Ну, короче, тоже вдвое можно считать. То есть, вы понимаете, да, что если бы мы не прокачались, то Радонам убили бы вдвое меньше, а получали бы от него вдвое больше урона. И вот поэтому без этой прокачки ты не дойдешь. Кстати, от 15 до 20 уровня можете сильно не стараться, там процент мизерный. До 15 обязательно надо качаться, а дальше уже по желанию. Но если вы будете заглядывать в углы бега, это в принципе до 15, я думаю, легко докачаться. Так вот, вернемся к нашим баранам. Создав вот эти два города, хорошо проработанных, я вам скажу, очень хорошо проработанных вот этот город и вот этот город, начали думать, как же нам продать это дополнение по цене основной игры, а дополнение, напомню, стоит ровно столько же, сколько игра, да, да, не как Драгонс Догма 2, конечно, вдвое дешевле, но все же, Драгонс Догма 2 решили залупить по полной программе, еще и онлайн-магазин подкрутить, чтобы люди там покупали игровые предметы, но красавцы, Кэпкум, до сих пор вспоминаю с любовью Драгонс Догма 2, так вот, да. И FromSoftware решил подумать, как же нам это все организовать, чтобы не было и скучно, и было, 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 за что заплатить денег, чтобы народ заплатил денег и сказал, что мы прошли это за два часа. И они решили расширить карту до таких масштабов, мать его, что ты не можешь сказать, да, что мир маленький, ты не можешь сказать, что в нем ничего нет, а значит, ты деньги заплатил не зря. Но начиная копаться в этом огромном мире, ты получаешь, ну вот, например, вот это, вот получаешь вот это, вот. Здесь у нас вот на вот этой огромной карте, вроде бы она большая, да, здесь у нас идет такая тропиночка, на этой тропиночке мы встретим, я не знаю сколько, драконов 5, наверное, подряд, понимаете, создали вот такую огромную карту, тропиночку, как в Драгонс Догма 2, и насытили ее одинаковыми боссами, то есть, вроде бы, да, игрока не обманули, и вроде бы дали ему контент, вроде бы Бейла посадили в конце, вроде бы, да, но он тоже дракон, извините меня, у него такие же мувсет, у него такие же, ну, только усиленные, естественно, несколько раз, такие же удары, такие же вот эти вот смертельные полеты, как и у большинства драконов, с которыми ты сражался, то есть, к Бейлу ты добираешься уже будучи, каким, седьмым драконом, восьмого мы вот здесь, по-моему, убили, вот здесь мы убили, по-моему, восьмого дракона, Бейл был седьмой дракон, да, но до этого еще была погребальная птица, напомню, она у нас вот тут вот обитала, это тоже, по сути, тот же дракон, такой же прибацанный, придуренный, которому еще надо было на лошади ехать какое-то время, и за счет вот этого вот огромной локации, где, собственно, продублировали просто боссов, можно сказать, что да, мы получили с вами огромный кусок контента, и должны быть довольны, ни хрена мы не получили, вы просто, я к разработчикам обращаюсь, прилепили сюда что-то, чтобы оно казалось большим, и чтобы игрок не считал себя обманутым, та же история с этой локацией, ну, стоит отдать должное, мне она понравилась, несмотря на то, что здесь тоже, по сути, ни хрена нет, лес бездны, называется это локация, где приходится стелсить, да, это как-то неожиданно, да, в ЛДН Ринг, ползать на карачках, и убегать от драков, которых ты не можешь убить, локация пустая, состоит из нескольких коридорчиков, пройдя по которым, ты доберешься до замка, опять же, огромный кусок карты, пустой, но, но, стоит сказать, что атмосферный, он хотя бы атмосферный, потому что, на этом куске, ты, как бы, ну, начинаешь получать другой геймплей, и в итоге, в конце, есть вишенка, тот самый босс, Повелитель огня, или как он там назывался, короче, то есть, после хоррора, вот этой локации, ты получаешь еще хоррор-замок, который сделан добротно, ладно, эту локацию я бы оставил, но уменьшил бы вдвое, но разработчик посчитал, если она будет вот такая маленькая, и будет проходиться легко, доходиться до замка, да, то игрок будет недоволен, и он решил сделать вдвое больше, смотрите, вдвое больше, хотя, по сути, вот, вот сюда можно вообще не заходить, тут нифига нет, мы тут были, вообще нифига нет, просто пустота, и, да, и здесь, собственно, нифига нет, тут церковь, если поставить сюда, просто растянутая, карта, та же история, вот рядом, далеко ходить не надо, руины обители пальцев Рин, прекрасная территория на карте выглядит, фантастическая территория, ты сюда, я так вижу, когда карта открылась, думаю, вау, где же будет, где же будет что-то интересно, там пальцы торчат, мы же сверху видели, и что мы имеем, мы сюда приходим, а здесь висит, дудилка, все, где-то тут натыканы, по одному врагу, единичные враги, и здесь висит дудилка, которую, в принципе, если ты не знаешь как, можешь и не активировать, то есть, вот эта локация, пустотень, вот эта локация, наполовину пустотень, но ее заселили, хотя бы, хотя бы руками, если ты не пойдешь по квесту, то эти локации, просто нафиг, отпадут, опять же, можно было это организовать, как-то по-другому, но, но, разработчик решил сделать, вот эту огромную локацию одну, огромную локацию два, и третью локацию такую же, засунуть, вот она, под наш этот, порт, как я его называл, морской, хотя можно было это сделать, компактно и интереснее, здесь пошли по-другому пути, мы сделаем многое территории, но бесцельной, потому что здесь, даже не с кем будет сражаться, здесь мне нужно было просто, если не считать, единичных врагов, доехать до этой штучки, подудеть и получить медальон, хотя медальон хороший, стоит отдать должное, идем дальше, я пройдусь, я пройдусь по каждому кусочку карты, так вот, вот, следующая локация, локация с красными цветочками, и локация с синенькими цветочками, вот скажите, зачем было делать две эти локации, если по сути на них тоже, ничего нет, на одной мы впервые встретили бегемота, которого убили, в принципе, быстро, на второй, погребальную птицу, из основной игры, то есть дублированный босс, бегемот, конечно, да, это новый, новый противник, но слабый, а погребальная птица, вообще не пойми, зачем она здесь, и локации поставили, видите, одна над другой, это опять же, фишка этого дополнения, что все локации, находятся практически, одна над другой, и цель, не найти способ, как переместиться там, да, какой-то мост, или еще что-то, а найти именно лазеечку, дырку какую-то, чтобы попасть в ту или иную локацию, иначе ты пропустишь кусок карты, да, он пустой, да, в нем ничего не будет, тут вообще, вот эту карту, вот эту вот картичку, смотрите, огромную картичку, здесь великана, пляха-муха поставили, одного, одного великана, здесь больше ничего нет, на вот этой картище, для чего это создано, опять же, для того же самого, мы с вам создали карту, на те деньги, которые вы заплатили, когда игрок начал понимать, что его, по-моему, обманули, несмотря на то, что карта-то огромная, хоть ее сразу не видно, но она пустая, и на ней никого нет, ее населили врагами, по сути, из основной игры, которую и так мы все видели, нового почти нифига нет, карты расположили, друг над другом, знаете, зачем их расположили, но это опять же, мое мнение, одну карту над другой, потому что, если ты вот эту карту, еще поставишь здесь, а к этой карте прилепишь, еще какую-то карту, и вот эта карта будет, вот такая вот, до этого края, то не каждый игрок, сюда даже на своей корове, доедет, он будет материться, ехать, развернется, и скажет, да ну его нахрен, а если кто и доедет, те, кто доедут, скажут, а что я сюда ехал, здесь нифига нет, и поэтому, разработчик решил, карты поставить друг над другом, чтобы хоть так, как-то это казалось, знаете, как бесконечное поле, куда-то, надо добежать до какой-то точки, а друг над другом, как-то кажется, даже компактно все, ну, опять же, это для тех, кто любит исследовать, для тех, кто не любит исследовать, я думаю, вот это расположение, вот такой вот карты, с такими вот нагромождениями, это, наверное, мука была, потому что здесь, хрен поймешь, куда тебе идти, карта не информативная, то ли это выступ, то ли это гора, то ли тут есть проход, то ли нет, мы-то проверили все, конечно, протыкали в каждую стену, нашли, кстати, нашли, я не помню, здесь или не здесь, нашли, кстати, много пещер, ну, вы же свидетелями этого были, мы нашли множество пещер, да не множество, штуки 3-4, которые просто ничего не содержат, у меня такое ощущение, что были планы на нечто большее, хотели насытить эту пустую карту какими-то подземельями, какими-то, знаете, какими-то там секретными, возможно, проходами, чтобы не было скакания с одной точки в другую, а были еще какие-то дополнительные ходы, как в первой, кстати, Dragon Dogme, там, кстати, очень умно сделали проходы, чтобы люди не бегали с одной карты в другую, тем более там бегать было невозможно, здесь тоже была, я так понял, какая-то мысль, какие-то дополнительные данжи, какие-то переходики, но они их, мне кажется, просто решили не реализовывать, чтобы не нагромождать и без того, нагроможденный мир, и то еще фиг его поймет, получится оно не получится, вдруг где-то что-то там сломается, или времени не хватило, но у меня такое ощущение, потому что мы находили несколько пещер, которые не закончены, видно, что что-то пытались там делать, но ее бросили, 3 или 4 штуки, и вот тоже, вот край, вот это вообще край, меня тут вообще бешенство прорвало, когда я здесь встретил второго медведя, которого скопировали из соседней карты, поставили один данжик, который тоже у нас уже был, кстати, всего 3 вида данжиков, по-моему, данжиков 10, наверное, у нас всего было, но очень мало катакомб, прибегаешь сюда, с надеждой, что здесь что-то найдешь, а нихрена, просто лес, повтор медведя, и еще мишек наставили, которые хрен убьешь, но по 10 тысяч за них дают, я помню, все, ничего, абсолютно, более или менее интересно стало, ну, тоже локация, знаете, я могу сказать, что это, что это ни о чем локация, вот это, ну, ни о чем, здесь поставили знакомого нами босса, из основной игры, что нельзя было нарисовать кого-то оригинального, и здесь двух всадников, тоже с основной игры перекинули, скопировали, и вставили, отдельное спасибо хочется сказать, конечно, за сюжетных боссов, хотя не сюжетных, тоже можно было пропустить, за подсолнух, хоть он был, блин, и не очень сложным, хоть он и был, хоть он и был и простяцким, но, блин, он хотя бы был не похож на всех остальных, Мессмер, отличный босс тоже, да, он придурковатый, как и Рада, но, но там тактику легче выработать, и его можно было кровавить, да, командующий Гай, под которого вылили вот это все локация, поединок на корове, ура, потому что я очень люблю сражаться на корове, и дали, наконец-то, возможность посражаться с боссом на корове, потому что, например, с гнилым рыцарем нам этого не дали, а он был на коне, а я нет, было обидно, а вот с Гайом дали насладиться поединком, ну, и вот еще одна локация, тоже, я так понял, прилепили, чтобы увеличить размер карты, здесь, конечно, спасибо, надавали корней в этой чаше древа упадка, здесь какого-то полубосса поставили, единственного, который был на коне и с луком, больше таких не встречал, и все, все остальное, это просто формальность, просто, чтобы карта выглядела больше, прям под дерево засунули, ну, вот так как, вот так вот, вот так вот разработчик решил оправдать ту стоимость дополнения, растянув его и насытив одинаковыми боссами, и при этом заставив игроков ходить по этой карте, убивать одинаковых боссов силой фактически заставив, потому что ты, не найдя прокачку древа, просто не продвинешься дальше, и вот это, мне кажется, было ошибкой, как по мне, лучше бы было бы, если бы разработчик пошел по другому пути, засунул, например, да, сейчас включу, засунул бы, например, возможность попадать дополнением, после победы над финальным боссом, там, не знаю, как-то бы сценарно прописал это все дело, и дал возможность улучшать твое оружие, улучшать твои талисманы, добавлять ячейки, увеличивать количество бутылок, и отказаться от этих самых кусков древа, вот, у меня очень хотелось, чтобы было все по-другому, возможно, такой вариант и прорабатывался, может быть, у них технически что-то не получалось, понятно, что если ты попадаешь в дополнение в середине игры, то, конечно, никаких улучшениях меча, и всего остального быть не может, потому что ты потом выйдешь в дополнение, и моленью зарежешь с трех ударов, да, поэтому, ну, им нужно было думать, но решение силой заставлять игроков, потрошить, искусственно растянутую карту с одинаковыми боссами, это была большая ошибка, очень большая ошибка, поэтому, поэтому, либо им не хватило времени довести до ума то, что задумывалось, хотя бы, знаете, ладно, вы растянули карту, но, мать же вашу, насытьте эту карту уникальными противниками, уберите вы этих, блин, погребальных птиц, уберите вы этих рыцарей, корни этих, сколько мы корней нарезали-то, вот этих вот, древесных, тоже около восьми, наверное, около десяти, наверное, не знаю сколько, ну, что, нельзя было корень заменить какими-нибудь другими противниками уникальными, да и все остальные противники, там, особенно в подземельях, там где дорисовали, да, там, веночек на, или цветочек над горгульей, и уже другая горгулья, ну, чувствуется, что либо не успевали, либо, либо не захотели, либо посчитали, что и так сойдет, далее, команду, великим журналистам, похвалить игру перед релизом, у меня, когда я услышал, что, ну, новости начали появляться перед выходом, я еще игру не получил, как обычно, бляха-муха, а журналисты уже свой вердикт написали, что это самое лучшее дополнение всех времен и народов, знаете, какое у меня было первое желание, у меня первое желание было отменить предзаказ нахрен, и сыграть через полгода в это дополнение, только из-за, из-за того, что мы с вами здесь имеем сообщество Olden Ring, на нашем канале, и проходили основную игру, я это не сделал, потому что я уже почувствовал, что что-то не то, за день до релиза журналисты начинают хвалить этот превосходный шедевр, мне стало интересно, когда же им выдали ключи, начинаю проверять, когда же им выдали, блин, ключи, что они уже успели пройти дополнение, вот это дополнение, у нас месяц ушел, ежедневно играя в него, они его осилили за 4-6 дней, представляете, и сказали, что это самое великое дополнение из всех, а потом выяснился один факт, что журналистам, ну вот этим вот зарубежным изданием, выдали копию игры, с модом, понижающей сложность боссов, и всего остального, то есть понятно, да, что ты можешь, как ты можешь обозревать, мать его, игру, когда ты понизил сложность боссов, и убиваешь их с двух ударов, и что-то еще, и что-то там, какой-то вердикт еще, какой-то выносишь, ну вот, вот с этого все, знаете, и пошло, у меня сомнения какие-то пошли, какие-то, думаю, ни хрена себе, они что, за 4 дня прошли дополнение, и сказали, что здесь невероятно сильные боссы, которых не было в основной игре, ну так и характеризовали, очень крутая игра, там это, Ведьмак, дополнение Кровь и Вино, теперь больше не лидер, я думаю, ни хрена себе, за 6 дней осилили, потом стало понятно, как они это сделали, понизили сложность боссов, пробежали, посмотрели карты, полюбовались красотами, ну, игра красивая, в принципе, я согласен, здесь есть что посмотреть, очень хотелось пофотографировать, но, блин, нет фоторежима, потому что нет паузы, не можно было как-то это реализовать по-другому, хотелось бы посмотреть, и пофотографировать тоже, ну, и вот так вот, вот так вот у нас решили, ну, не у нас, а вообще в мире, продвинуть вот это дополнение, не очень хорошо, игрок обман чувствует, да, сейчас мало площадок, где можно выразить свое мнение, да, по поводу продукта, скоро и на ютубе, это нельзя будет сделать, наверное, скоро, скоро будем всему только радоваться, и хлопать в ладоши, но пока есть, можно говорить, так вот, да, я сразу понял подвох, и думал, и подумал, что будет еще хуже, но оказалось, не совсем все плохо, лозобочек понял свои ошибки, начал исправлять, но рейтинг рухнул, рейтинг рухнул, не потому, что здесь боссы, какие-то непроходимые, или там еще что-то невероятное, сильно, потому что нас пытались обмануть, нас пытались, нас пытались обхитрить, но, это не вышло, и поэтому, и поэтому, такое впечатление было, в каждой серии, я высказывал мнение по всему, что я видел, те, кто смотрел подробно, знают, про каждого, противника, про каждого босса, много чего интересного, узнали про дедушку Миядзаки, того самого дедушку, который у него, наверное, есть, надеюсь, и, и было много, конечно, бомбежки, но в итоге, но в итоге, мне все-таки немножко грустно, что мы с вами заканчиваем это путешествие, я высказался, я не знаю, я еще могу разговаривать два часа, но мои роскости, наверное, уже всем надоели, и, наверное, давайте уже идти дальше, я много еще хотел бы сказать, про, 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 про структуру, там, всяких этих вот мелких городков, что бы я изменил, что бы я добавил, основное, это, понятное дело, я высказал, но, опять же, упущенные возможности, я прям их чувствую, что это дополнение можно было вылепить, просто идеально, вот, вот, смотрите, вот мелочь, да, вот смотрим, да, в инвентарь, вот нововведение сделали, которое легко отключается, если кому-то не нравится, недавние предметы, как приятно стало собирать предметы в этой игре, когда они теперь в отдельной вкладке у тебя отображаются, как приятно, что они со слицательным знаком появляются, потому что в основной игре вот этой вкладки не было, и мы с вами, после победы над боссом, хрен его поймешь, что ты там получил, и какой предмет где искать, потому что, когда ты побеждаешь босса, тебе не до всматривания в предмет, и он добавляется куда-то там, куда-то в инвентаре, ты про него забываешь, потом большинство предметов я даже не рассматривал, сделали вот такую вкладку, видимо прислушались всегда к голосу игроков, и необязательную вкладку, ее можно отключить, кому не нравится, и сразу игра заиграла другими красками, то же самое можно было бы сделать немножко и по квестам, потому что большинство квестов, ты не понимаешь, что ты делаешь, ты потом только понимаешь, что делаешь, или там подсказку какую-то получаешь, и тогда их можно закрыть, квесты хорошие, квесты такие, знаете, душевные даже некоторые, хотелось бы, хотелось бы какой-то мини-дневничок хотя бы сделать, тоже опциональный, чтобы, ну я понимаю, что в играх From Software такого нет, но вот такого же, велишь-то все-таки вот эту штучку, да, с недавними предметами, ничего, никто же не помер, могли бы сделать какую-то помощь по квестам, чтобы не было вот такого вот, хрен ты знаешь, где находишься, хрен ты знаешь, куда идешь, ой, ладно, все, друзья, на этом, на этом мы с вами закончим обсуждение того, что могло бы быть, и чего не было, очень хотелось бы, чтобы следующий продукт, From Software, был без вот этого вот растягивания резины, а уже продукт, который бы реально было к нему не придраться, как собственно сам Elden Ring, а вообще небольшой совет для разработчиков, следующую игру не делайте с открытым миром, потому что даже вот это вот, вот этом вот Elden Ring, чувствовались в некоторых местах пустота, вот честно, в некоторых местах тоже чувствовалось, что нечем заполнить, закончилась фантазия, закончились мысли, чем заполнять, но здесь, конечно, на высоком уровне все, если там был какой-то пустой, у нас участок, то дальше появлялась подземелька, там какой-то городок, смотрите, тут сколько на квадратный метр, сколько у нас всего тут интересного, спуски, подъемы, мельнички, видите, тут не было скучно, а в дополнении, а в дополнении все, все очень плохо, в плане того, в плане, имею ввиду пустоты, здесь, здесь пустота ощущается, просто невероятно сильно, ты, блин, это не она, ты, бежишь по локации, понимаешь, что, что ее сделали просто так, и это самое страшное, поэтому, очень надеюсь, что From Software, со своей следующей игрой, поступит, как, например, с Bloodborne, сделать какую-то более локальную игру, если нет фантазии, как заполнять, вот такие вот пространства, понимая, что это, годы работы, годы труда часов людей, которые должны это все делать, в ручном режиме, но, первый Elden Ring, мы за это и полюбили, что над ним работали кропотливо, над каждым участком, прописывали каждого персонажа, хоть непонятно, ни хрена, опять же, из-за отсутствия, вот этой небольшой, квестовой бы, этой, какой-то блокнотика, какого-нибудь, но все равно, потом там мы что-то читаем, да, понимаем, что как это все было связано, и что это все насыщенно, здесь же, здесь же все не так, здесь это, это как будто не Elden Ring был, это частично, да, частично здесь, да, частично, может быть здесь, может быть здесь, это Elden Ring наш старый, а все остальное соединено плохо, можно было лучше, то ли опять же не хватило времени, то ли, то ли, а куда вы спешили, может уже, может просто уже поджимало, не знаю, в общем, в общем я просто чувствую здесь, что много можно чего было добавить, много было чего улучшить, и этого уже не произойдет, ладно, друзья, поехали мы еще с вами, давайте нам еще надо двух великанов убить, потому что я уже, сколько час уже разговариваю, я не смог разговаривать после победы над Радоном, а теперь, а теперь отдохнул, терми не остановишь, да, терми не остановишь, и мы с вами, сейчас посмотрим еще, что здесь, вот здесь стояла еще тетка какая-то, да, вот тетка уже не стоит, а, ну она шумерла, мы же ее убили, блин, да, мы же ее кучей всех грохнули, ну, тогда все получается, тогда мы с вами видели всех, забрали все, что можно, да, да, все, поехали бить великанов, а то мы так их не добьем, с трактой от церковного округа, с этой вот башни, которая оказалась еще и квестовой, вверху, башня, мне вот это, кстати, понравилось, что за ход, с секретной локации сверху, который, по сути, завершает квест, ну, сам бы, ну, мы-то, оно сами нашли, но как выполнять вот этот квест, вот этим вот, нажми кнопочку на троне, туда-сюда, я бы раз там побывал, наверное, больше туда не возвращался, хотя, кто его знает, может, подудел бы еще, но вот эту локацию, с жестами, я бы в жизни не попал, ну, самостоятельно, потому что, тут нужна подсказка, тоже такие странные, квестовые ходы, что, что ты же туда все равно не доберешься-то, все равно нужно, а, тут волки, все равно, все равно ты видишь эту карту, и тебе придется лезть в гайды, гайды это плохо, во время прохождения, я уже скилл теряю, у меня тебя разговорный скилл, сейчас, смотрите, вон, он ходит, тут дурачок, так, смотрите, не, сейчас, подожди, мне надо, мне надо сейчас залезть вот сюда, вот тут есть возвышенность, с этой возвышенностью забросать этого гада, горшками огня, а горшки огня у нас делаются, надо потенять сначала на маленьком, давайте, как мы это делали, раз, и самые большие, это вот эти, да, большой огненный горшок, нет, не, не, вот эти, которые делаются с лика великана печи, давай их создадим, штук 10, я могу унести, да, за раз, да, еще 12 могу создать, главное сейчас не просрать их, так, теперь мы их выставляем, как-то мы это же делали, мы один раз это уже выполняли, выставляем теперь сюда, правильно, вот я сейчас ставлю вот этого, сейчас потренируюсь ее бросить, а ну, выбираю, и бросаю, как пью бутылку, да, так, а теперь мне надо сделать это же самое, только с большим горшком, так, выбираем его, не ставим вместо этого горшка, большой, 10 штук, и теперь, на полном ходу, давай поставим талисман, мне тут усиление не нужно, тут святого урона не будет, от огня, наверное, защиту поставим до предела, раз, щит мне, наверное, не нужен, давай поставим от магии, стихийный урон, да, не магический, вернее, не физический, вернее, вот, и пойдем, кидать горшки, попробуем завалить одного, не знаю, сколько там горшков надо на него бросить, вон он стоит, как раз стоит там, где надо, кстати, только лучше не промахиваться, лучше умереть, наверное, пару раз, если придется, просто 23 тысяч, потому что горшки ограничены, у нас мало этих деталей, я могу их сделать, всего 22 штуки, а если я буду, блин, промахиваться, то это все плохо закон, блин, тут куча волков, кто-то мне тут не хватало еще, это место может быть и не очень нам удобно, так, давай, хотя может метать и отсюда нужно, где он там у нас, а нет, вон туда надо возвышаться, отсюда не доброшу, детику откуда надо бросать, как я оттуда брошу, зря волков залил, простите, ребята, вы мне не нужны, оказывается, давай отсюда попробуем, попробуем побросать отсюда, здрасьте, поток-то именно для этого здесь и создан, о-оу, попал, о-о-о, то есть можно и издали бросать, еще, говнюк, все, погиб, мы его убили, треснувшая лазурная слеза, лик великана печи, да, все получилось, убить, намного легче, чем убить, если руками, сколько у меня осталось их, пять штук, ну, в принципе, пять нам хватило, с ним промазывать, поехали, следующее убивать, это увольнули, остались одни отходы, что-то лежит такое светленькое, дайте гляну, бросается практически автоматически, такое ощущение, знаете, такое ощущение, как будто, а, это, это рассказывается, что с ним делать, да, удары по нижнему, конечно, наносит им малого ряда, лучше цвете живот, да, живот, как будто автоматически наводится, вот такое ощущение было, так, а следующий великан у нас находился, по-моему, в красных землях, да, на вершине, по-моему, в красных, там, правда, бежать до хрена, ладно, нет, не лазурная мне нужна, тайная могила Хару, а как мы в красные попадали, хижина ткача пальцев, отсюда, что ли, аж, вот тут обижали, аж туда, вообще, ни одного костра, ни однокрасных подземелья, а, есть, нет, подожди, нет, тут бить нельзя никого, типа, до сих пор, тут у нас торговля идет, ща, минутку, музыка, странная, полиха осмотрюсь, сюда еще не залезал, кстати, наверх, вот на голове, вот на голове его я не был, смотрите, глазик, дракона, да, да, а, тут все, все, а он наверх, можно, а куда это ведет, интересно, смотри, какая это, как шарик, как будто отсюда можно сбросить, туда я не залезу, это точно, слушайте, ну и че тут, че тут ничего не поставить, а, ну прикольно же, смотрите, кто, блин, сюда добирался, и ради чего, ладно, продолжаем исследовать дракона, мне вообще-то не сюда, ну ладно, так и быть посмотрим, если че найдем, ох, чуть не улетел, тут вроде бы и можно, а нет, че-то есть еще, только смотри, тут можно провалиться, вообще как будто дорога, блин, ну как тут ничего не положить, ну что это за люди, хотя это, по-моему, даже на спуск похоже, это и где, а не где там уж, может сюда еще залезть, интересно, только не выпади, там мы были, ну давай наверх, на лапу, то были и не обтоптали дракона, да, да, да нет, а там мы были, ладно, давай здесь посмотрим еще, тут мертвый дракошин, у них какое-что лежит, такое ощущение, а я тут не был, народ, смотрите, я сюда не заходил, вообще, смотрите, вон лежит, не забегал, вообще не заходил, можно подумать, что семя здесь может быть, реально, вот, точка, на которой я, на которой я даже не подвигал, смазка драконьего причастия, понятно, ощущение такое было, что как будто, древо, но могли здесь положить, но его тут никто не нашел, но могли, внизу пальцы, пальцы мои увидывали, ладно, поехали, все равно нам добираться своим ходом, поменяй, пока ты сейчас хлебнешь воды, и бросишь бочку, интересно, на лошади можно бочку бросить, было прикольно, наверное, а я смотрю, вот эти штуки, сами не собирали, вообще, и не видывали, и не собирали, не заходили в эту часть, просто, да и наверху, у меня, знаете, есть сомнения, что мы там бывали, вот тут, может и бывали, тайна могила хоро, ну, тут должны были бывать, пока не, не будет бить, ладно, будем думать, что бывали, одно место мы только с вами не взяли, пошли великана лупить, только там надо правильно к водопаду подойти, правильно подойти к водопаду, вот здесь вот, здесь находится, по-моему, статуя, да, слушай, он не здесь находится, видишь, он находится, не, не тут он находится, я и забыл, где он находится, этот великан, костер, а, он за костром, нахуй, вот этот костер, еще, а потом, а потом только великан, даже не великан, здесь погребальная птица, долбанная в центре была, а за вот этой птицей, кстати, сейчас начнут нападать на меня с всех сторон, прихлебатели, охренеть, вы им давайте мне еще расстреляете, вон он, вон горит наш великан, недалеко, бипец просто, убейте меня еще нафиг, и недалеко, возле этого, не, ну это, это невиданно просто, так стреляют, до конца экрана, вы представляете, птицы нафиг стреляют, вот тут где-то было, воскрешенница, не помню только где, ну возле великана, где-то недалеко, по-моему вот тут вот, где-то статуя была, есть статуя, ни хера тут нет, о, есть статуя, все, статуя есть, сейчас подождите, я попробую, создавать опять этих штук, пока эти спят, вот это же она, да, давай еще пять, я больше десяти не сделаю, но пяти хватило, мы за пять убили, линия, правда, не видел, на ощупь работал, все, если что есть, воскресимся, там тоже есть подъем, можно туда залезть, и врезать ему, ну по-моему не так далеко, где-то тут подъем был, а вон подъем, и оттуда надо бросать, ставлю, хотя нет, ставь пока так, так мы ничего не сделаем, с той стороны, метается легко, все, только теперь тут побегать надо, малеха, что-то не попали, давай, отлично, но мимо, я защитился, щит выдержал, давай, попал, я, попал, да, есть, давай, 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 только ты шаг вперед делаешь, по 43 тысячи урона, все, мы убили его, друзья, и 50 в конце, жахнули, кристальная слеза ландыша, и ликвеликана печь, все, мы его убили, ай, легко, слишком, слишком легко, и всего два было, всего было два на карте, так, эту штуку можно убрать, как его сменить, убрать, убирай, может, еще пригодится, менять не буду, поставлю сюда победные наши, ну, не победные, которые мы проходили игру, плюс 5 к ловкости, и плюс 5 к крови, к колдовству, все, друзья, все, что можно было в дополнение сделать, мы сделали, великаны, все мертвы, на 100%, и самый большой минус для меня, конечно же, я о нем вспоминал, в прошлое, всегда я во всех сериях вспоминал, отсутствие достижений, в этом дополнение, это преступление, как по мне, в такой сложной игре, не получить достижения, за убийство того же Радона, за сбор всех кусков древа, за убийство всех великанов, этих же хотя бы, ну, 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 это преступление, считаю, это вообще я простить, никогда не смогу, уйти, пройти дополнение, уйти из него, и не получить даже значок какой-то, что ты, что ты был здесь, сражался и победил, это больно, это больно, я не знаю, на консолях, наверное, что же нет, или есть, вот это будет веселость на консолях, а нет, нет, если было, было бы у всех, не сделали, мне кажется, не успели, мне кажется, это все, что мы с вами видим, все-таки, не вложились, во временную рамку, какую-то, накопировали боссов, растянули карту, и выдали то, что есть, ну, не знаю, как по мне, годик бы мы, мы бы еще потерпели, чтобы получить второй Elden Ring, фактически, да, Elden Ring 2, с новыми боссами, с новой историей, с новыми там, прокачками какими-то, ну, это было бы очень круто, но, то, что есть, то уже есть, так, все, друзья, сейчас с вами будем делать кое-что еще, сейчас посмотрю, что я должен был сделать, в дополнение все, дополнение мы на 200% все проверили, сейчас еще схожу к Трине, что нам не исчезло, непонятно, Тилье-то уже все, или я могу бесконечно пить, кстати, был Днилый Рыцарь, вот это мне нравится, вот эта локация, запоминающаяся, этот разлом, который мы спускали, запоминающийся, хотя он такой же был в основной игре, это все связано, и босс, несмотря на то, что меня такой косой уже били, вы потом подсказали, да, это босс из Элден Ринг, взятый частями, или полностью, там надо будет смотреть, вспоминать, ну, хотя бы так, ой, с Элден Ринг, блин, с Бладборном, правильно, да, с Бладборном, финальный босс, коскун назывался, хотя бы так, в Бладборн многие не играли, думаю, можно было подтуда перетащить, если уже совсем был голод по боссам, тех боссов сюда как-то перекантовать, думаю, не обиделись бы люди, ну, ну, в общем, вот так, все, смотрите, она что-то отдает, Трина что-то отдает, все-таки все, надо было зайти, цветок святой Трины, шлем, ну, со мной больше не разговаривают, видите, типа, мы, мы, мы заслужили эту награду, про это я вообще не знал, да, это, это на голову надевается, с очень хорошей сопротивляемостью, концентрацией, молния святой, 4,4, слышите, 4,4, это, кстати, с надо, все добавляется, а сколько у меня, интересно, защита от святого в моем шлеме, 5, у меня лучше, а у меня защита от святого лучше, а святой, святая защита от, от Радона, это, это обязательно, без этого там не, не выживешь просто, так, а есть еще портреты, бабка нам дала блюдо, но я думаю, нам будет его все время давать, это блюдо, из портретов только бабка осталась, вот она сидит, ну, вроде бы все, может где-то еще кому-то подойти, что-то забрать у кого-то, так портретов уже нет даже, все остальные погибли, кто у нас был, на Радона я не вызывал никого из партнеров, хотя это были их квесты, потому что мне было важнее получить опыт битвы с Радоном, а не выполнить их квест, поэтому пусть меня простят, Тильо и этот, как его там, кто там еще дрался, ну, птицеголовый какой-то там с косой был, забыл как его звали, они просили меня вызвать на бой с Радоном, но нет, Радон мой, а вы там как хотите, ну, в общем, у них мы тоже все забрали, так, все, друзья, сейчас я посмотрю, что там вы мне еще писали, что проверить, и, и, и кое-что еще нужно сделать, одна вещь, только уже в основной игре, какая здесь музыка играет, заслушаться можно, остаюсь, слушаю, уже минут пять, пока, пока еще, что нужно делать, дальше, что вы мне писали, советовали, и смотрите, Трину обнаружил, вон она померла, вон валяется ее голова, отпала, которая была, а я не заметил, взял ее подарок и не заметил, он, видите, ну, все, конец, Трине, поэтому пошли, а то нас еще обвинят в убийстве, этого, прекрасного, создания, так вот, что вы мне написали, написали вы мне следующее, что у меня, очень своевременно я заметил, что у меня, еще с основной игры, висит проклятие, вон видите, вот это вот квадратик, который вниз показывает, то ли кровотечения у меня усиленная, по мне идет, почитал поподробнее, что это за хрень, на эту хрень наложила нам та, которая любила с нами обниматься, помните, ну, вы мне про это тоже написали, и эту хрень надо было снять, еще давным-давно, иначе, это усложняет прохождение Elden Ring, то есть, мы с вами играли в усложненную версию дополнения Shadow of the R3, понимаете, что так сложно-то было, а я думаю, что за хрень творится, оно вон оно что, у меня оказывается, еще понижение какой-то характеристики вниз идет, по мне удары пролетают, кровавые намного сильнее, я так понял, или кровоточил сильнее, ну, в общем, проблема, проблема существует, проблему нужно убирать, было, наверное, раньше, еще в основной игре, наверное, перед Маленьей, это было, я думаю, я и Маленью убивал с этой хренью, нормально, нормально, мы легких путей не ищем, мы ищем только сложные пути, так, вы мне написали, что нужно делать, тезка, написала, и, 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 мы, мы, мы должны найти, мы должны найти, вот этой вот штуки, вот этом разделе, вот эта хрень, только я не знаю, первую или вторую, у меня их две, благословение, свящего балдахин, оно расходуется, один раз надо использовать, и это, проклятие, понижение характеристик, на нашем персонаже пропадет, ну, наверное, давайте попроще, такая крутая, сундуки, 600, при себе один, расход, 10, ука, ну, давай, применить, да, применяю, все, оно исчезнет, оно не исчезло, но у меня что-то понизилось, повысилось, или, а, мне теперь надо, надо это, получить урон, так я могу получить урон, подождите, только не здесь, здесь я не могу ударить, сейчас я могу сам себя порезать, там, короче, с этой характеристикой, надо, о, исчезло, все, не надо получать урон, при этом читал еще одну статью, по поводу вот этого понижения, оно, кстати, очень проблемное, с боссами, особенно, некоторыми, но мы выдержали это испытание, мы даже не знали, о том, что он там висит, все, ушло, видите, спустя, сколько, наверное, год, мы с ним ходили, наверное, да, пол основной игры прошли, и дополнения все прошли, с пониженной характеристикой, не надо умирать, не надо получать урон, вот, все есть, теперь, все, пожалуйста, сейчас мы еще вздремну, на всякий случай, чем его, чем его, это страдать, так, про это, поэтому, благодарю за подсказку, к сожалению, раньше я на нее не среагировал, но это, возможно, добавило драйва в наше прохождение, и вторая подсказка, тоже связанная с этим вот инвентарем, но, к сожалению, познаватенько, вы мне пытались подсказать, как победить Радона, но я бы это не прочитал, до победы над ним, только после, после победы я бы прочитал, потому что, это было важно победить его самостоятельно, вот эта хренулина, по-моему, да, великая руна Микелы, которую мы нашли, она, кстати, многоразовая, не исчезает постоянно, если ее использовать, вот эта, кстати, исчезнет, если мы еще раз его съедим, так вот, если вот эту великую руну использовать, во время обнимашек, Радона, ну, когда меня обнимала, прекрасная дева, которая у нее сидела, на шее, да, то, меня можно обнимать не два раза, второй раз не будет смертельный, а неограниченное количество раз, только нужно успевать эту штуку применять, то есть поставить, наверное, быстрый слот, да, вы мне написали, и тогда обнимашки будут бесконечными, то есть, после первого раза тебя обняли, ты эту штуку выпил, или съел, или что ты там с ней делаешь, руну Микелы активируешь, а, может быть, один раз можно, может быть, один раз, многоразовая это смысле, что она появится потом, скорее всего, и тогда вторые обнимашки не будут смертельными, ну, а кто ж знал-то, кто, собственно, что ж знал-то, в общем, эта штука, кому может пригодиться, очень полезная, плюс еще, вот, смотрите, богохульный коготь, тоже многоразовый, есть всякие причандалы, которые помогают побеждать боссов чуть легче, черный клинок, можно было отразить силу, недолго держит плененного мога на земле, вот тоже хрень, а кого мога, многоразовая, ну, по-моему, я ее получил, когда, короче, как и с могом, помните, мы сражались с могом этим, кровавым, который в дополнение нас пустил, там тоже была штука, которая позволяла защититься от его магии, тоже, потом мы об этом узнали, но лучше не знать ничего, вот честно, выходя на бой, лучше действовать так, как есть, но в дополнении это не работает, в основной игре работало, ты чувствовал свои инстинкты, и ты побеждал боссов, там, я не знаю, рефлексами, реакцией, или там какой-то стратегией, здесь в дополнение, к сожалению, это все упразднили, это большой минус, ну, а вот эта штука могла бы пригодиться, потому что Радан и так, да, бесящий парень, довольно, так что вот, и, опять же, вы мне много чего там подсказали по Радану, ну, я его уже победил, сейчас прочитал, есть тактика какой-то рапиры там, да, и каменного щита, с которой, собственно, проходят 80% игроков, которые хотят побить Радана, но я уже высказался по этому поводу чуть ранее, я хотел бы пройти со своим оружием, как настоящий самурай, воин, бродяга, или кто я там, рыцарь, именно со своим оружием, а не по гайду, который есть, да, в сети, который гуляет, и с которым можно Радана победить, но я вам скажу, что быстро это все равно не получится сделать, все равно мудохаться придется, да, возможно, этот способ эффективный, я не проверял, и не проверил бы, потому что есть еще одна причина, по которой мы здесь еще собрались, и не заканчиваем нашу серию, вы когда мне написали комбинашку, с которой нужно проходить, Радана, ну, вот этого второго, Радана, консорта, вот эта вот трапира какая-то, есть она у меня или нет, я не проверял, наверное, есть, потому что мы собрали все оружие, какое только можно, а что такое красивое, он говорит, так вот, а второе, вы написали щит, большой каменный щит, которого, как я посмотрел, у меня нету, я во время первой битвы ощутил, да, что мне не хватает щита, когда мы с вами попробовали, сражение, перед финальной серией, ну, перед битвой, короче, серия была, в конце мы там с вами опробовали Радана, я ощутил, что мой сил, мой щит, не хватает сил ему, и он не тащит, и не блокирует все, что Радан пытается в меня послать, поэтому, поэтому я и пошел по пути, когда мы, с вами отправились, прокачали вот этот большой щит, как раз вложили души, я ощутил, что мой щит не тащит, он слабый, вот этот вот щитец мой, и мне нужно усиление его, но, к сожалению, этот щит, я бы в руки никогда бы не взял, без перекачки очков, по поводу перекачки, я уже говорил, есть другие щиты, но они не то, вот этот щит, такой же великолепный, как и тот, который вы мне посоветовали, кстати, был еще какой-то, а, вот этот, по-моему, вы еще щит мне советовали, тоже очень неплохой, ну, наверное, да, но он тоже весит, тоже, нет, нет, этот хуже, нет, этот, какой-то вы другой мне советовали, у меня он, по-моему, где-то был, но он невероятно тяжелый, короче, не важно, не важно, но этот, видите, сколько требует, 49 силы, даже с талисманом, я бы не дотянулся до этой характеристики, и плюс ко всему, вес снаряжения, мне бы пришлось все переделывать, а это, я этого не хотел, мне хотелось бы победить Радонас, вот этим вот щитиком, да, он практически половину не покрывал ударов, которые на меня отправлял, возможно, столько времени ушло на него из-за этого, но из-за этого я начал комбинировать во второй фазе с прыжками свою защиту, то есть с уворотами и прыжками, то есть с уворотами и прыжками и легким блокированием щита, которое не всегда спасало, блин, из-за этого меня часто убивали, мы с вами продавили эту сволочь и победили, так вот, что я хотел сказать, вот этот щит вы мне еще советовали с основной игры, какой-то каменный щит с отпечатками, и я его не взял, я посмотрел, почему я его не взял, и где я его, кстати, не обнаружил, и оказалось, что этот щит находится в секретной зоне, в основной игре, куда я не попал, вы представляете, есть такое место, где я не был, нет, ну, в основной игре, мне кажется, я еще пару данжиков не нашел, потому что у меня некоторые талисманы пропущены, там у меня есть там талисман защиты 1, да, потом талисман защиты 3, талисман защиты 2, в основной игре у меня не был найден, где-то там валяется еще, может с кого-то выпадает, Но это да, но этот щит меня заинтересовал, хоть я не применю его с Радоном, не применил, но я хочу, чтобы он меня был после того, как мы с вами закончим эту серию, и я с этим щитом пойду на пенсию со своей катаной, ну, просто для коллекции его возьму. Короче, находится он в секретной зоне, которой догадаться без подсказки просто невозможно, с первым могом, когда мы сражались, не кровавым могом, а вторым, блин, в общем, там я забыл, какое там у него полное имя было, но тоже мог был, и вот здесь вот, сейчас скажу, где подземная канава, Лендил столица, там, где мы его убили, есть тайный проход, который я не активировал, тут что ли? По-моему, под этим, вот здесь мы его убивали, в канализации, короче, города, Лендилла, столицы, но тут подземелье отчуждения, помните, лифт еще был, мы когда по лифту ехали, у меня было ощущение, что здесь есть где-то проход, а проход оказался совсем в другом месте, тут призыв у меня работает, сейчас скажу, здесь или нет, да, да, здесь, это место я помню, это долгий был забег к боссу, мог, и какое-то название было, но не тот мог, который был, вот он, вот здесь мы сражались с ним, крутой был парень, помню, как мы ломали эти скамейки, мы его убили, вот это называется, может кто-то тоже не взял этот щит, собор отверженных называется это место, мы подошли к сундуку, забрали содержимое и ушли, на самом деле, вот тут-то вот, находится секретный проход, где находится самый мощный щит основной игры, сейчас, конечно, он уже не самый мощный, по-моему, а вот здесь находится самый мощный, нужно сюда было подойти и сделать вот так, как вам, ну, охрененно, просто, согласитесь, это я не сделал, подождите, я здесь, наверное, отдохну, вдруг меня там убьют, все-таки 157 тысяч, да, все, теперь, если что, мы воскресимся туточки, ну да, просто надо было ударить за сундуком, но я никогда не бил никогда, ничего за сундуком, а в этот раз надо было ударить, и здесь находилось что-то, что мы сейчас с вами обнаружим, врагов тут нет, да, что это такое, что это за интересно у них, люди страдают, смотрите, сколько тут их, смотри, что творится, желтый уголь валяется, как подземелье полноценное, смотрите, а тут можно рухнуть, а он тут даже ходит, слышите, хе-хе-хе, привет, недобитые, думали выживете, нихрена, я вас найду и здесь, так, ложная благодать нашли, блин, а место, конечно, ого-го, прикольное, так что, благодаря тому, что вы мне советовали, как убить Радона и где найти щит, блин, не где найти щит, а что, нужен щит, которого у меня нет, оказалось, я обратил внимание на эту штуковину, и вот, смотрите, куда мы попали, реально, хоть картину пиши, здрасте, спустите, они еще из двух ударов умирают, после моих этих, а сюда как попасть, фонарь давай, ничего не видно, где где-то щит должен быть, спустите, а как сюда залезть, а? А это я не знаю, как брать, может, за вот это щит, нет? Я что, не запрыгну? А он там что-то лежит в палатке, есть идея? Может, закатиться там? Да нет, странно, А, вот это, наверное, проходит, хрена, хе-хе, слушайте, мы его не возьмем, наверное, если это он, а что он лежит в центре, не пойму, е-мое, это тут не все еще, не все еще и гладко, хотя мне кажется, как-то она, как-то оно должно что-то забираться как-то, ну а как туда еще забираться, я же не могу уменьшиться, короче, не знаю, эта штука, не знаю, надо расследование проводить, как ее забирать, е-мое, что у вас тут вообще произошло, здесь сколько раненых, убитых, пришибленных, вон еще внизу что-то лежит, надо разбиться только так, можно сейчас посмотрим, что тут, золотая руна 11, ого, так, надо четко упасть, я так понимаю, вот сюда, там бак какой-то, куда-то, куда-то запала эта штука, может быть, не надо было сбивать, вот такая она, вот такая лежит, справочник безумца, круто, да, так, тут я понимаю, по гробам лезть надо, наверное, вниз, мужик играет на скрипке, смотрите, вот кто играет, блин, какая атмосферная локация, смотрите, музыкальный инструмент, я даже не буду, я даже не буду, я не буду, это, убивать его, звериная кость, это не оно, ешкин матрешкин, а куда же идти, я уже, блин, запутался, нам вниз, надо слить, мужика решил не убивать, потому что я об этом и пожалею, я тут не спущусь, полноценно вниз, наверно, он чуть не упал, а, ну и все, собственно, а куда же тут спрыгивать дальше, а, вижу, это нам финальное испытание дали, да, офигеть, офигеть, нормально идем, нормально идем, не знаю, не знаю, тут же же их не оставят, теперь с последнего места прыжка, 150 тысяч, не шутка ли, так, тут этот чувак ходил, а, тут можно было так, а еще и туда полез, так я не понял, как сюда залезть, а, это не здесь, это ниже на этаж, там закрыта палатка, и вообще беспредел, вот, что это за фигня, меня будут бить здесь, ого, еще и проглядь какой-то наслал, смотрите, так снес, меня советскую колени, это я, прокачанный, перекачанный, вот это, что это такое, алло, вы что, это не починили, что ли, да не поверю, чуть прокачанного, не перекачанного, не заваншотили, вот это да, ну, вон где душки мои, хрен знает где мои душки, представляете, куда прыгать, дорога здесь одна, сильно не разгуляешься, подожди, а я вниз прыгну, давай вниз, неплохо, а где душки, еще ниже, е-мое, как же я, вот это я мотнулся, подожди, не туда прыгнул, наверное, да, в принципе, отсюда можно, упасть, и просрать 157 тысяч душ, а где же еще, как не здесь, за всю игру, за всю игру, не просрал столько душ, ну, теперь мы быстрее пойдем, как здесь, ну, мне просто некуда их тратить, я просто до уровня не докачаюсь, но так, наверное, лучше, с чистой душой, блин, слышите, что творится, как с этим работать, давай сюда, мне уже плевать на душ, мне надо вниз спуститься, к тому же, к той штуке, подожди, опять сорвался, да мать же ж его, там какая-то определенная, это система, система плит, вот это испытание, хорошо, что я его не нашел раньше, потому что на Могге те души были намного важнее, которые мы получили за него, там мы реально прокачкой занимались, как я не улетел, я не знаю, короче, я столько с Радоном не умирал, наверное, а представьте сейчас, да, прошло 7 часов, прошло 7 часов, на Радона потратил 7, 9 часов, 10 часов, Шет пытается, добраться до нижнего яруса, всякое бывает, а что вы думали? Этот щит легко не дается, видишь, как он тяжело достается, кто будет его добывать, нет, на самом деле, тут надо, надо, я просто рискую, не хочется туда ползать по этим плитам, а вот рисковать не надо, тут надо, ты отвою за ногу, тут реально надо это, медленнее спускаться, медленнее спускаться, потому что, потому что, мне не хочется медленнее спускаться, Хочу его уже побыстрее Ты не можешь его перепрыгнуть Тут подземелье продумано именно так Что ты должен напрыгнуть на каждую плиту То есть прыгучесть у нас не очень Кто-то за мной бегает Прыгучесть у нас не очень И устойчивость на этих плитах тоже не очень Не, ну тут можно сократить, конечно Отлично Отсюда сюда Не, ну я уже опытный парень, смотрите Это хорошо Почти добрались Да не почти, а добрались Все было намного проще, конечно Вот сюда еще, я думаю, надо прыгнуть разик Да, и вот сюда добраться А теперь уже вообще шикарно Прикольно, да Поздравляю, это неотвратимое безумие Это не то Это не щит А вот опять лежит, слышите? А как сюда добраться? Сжечь надо, что ли, или Слышите? Как в палатке добраться до щита, например Че оно лежит? Второй предмет закрыт палатками Это тащит, наверное Потому что это уже тупик Да, друзья, вот он Каменный щит с отпечатками Но меня волнует другой вопрос Вот это вот Как сюда долезть? И почему их закрыли веревками со всех сторон? Это же вторая палатка по счету Вниз, кстати, наверное, дороги нет Хотя прыгнуть хочется Ну, два этажа, наверное, смерть, мне кажется А мы прыгнем, какая нам разница У нас ноль душ Вот тут есть обход Нет, обход не работает Закрыто Секретных ходов нет А вот как попасть в закрытые вот эти палатки Непонятно Вот это вообще обидно Может, реально поджечь надо? Она сгорит? Давай подожжем Мой пиротехники Вот, кстати, щит, смотрите 77 усиление блока Но с тем, конечно, не сравнить Который был последний Который выпал с этого мура Хотя, смотрите Это урон А ну сейчас подождите 68, 67 Слышите, плита лучше 75, 79, 81 Смотри, обалдеть Этот щит проигрывает этому Хотя 48 силы надо На единицу меньше, чем тут 48 силы нужно Весит 29 больше, чем тот Но характеристики лучше Да, с этим щитом Радон бы нас с места не сдвинул Плюс еще прокачав блок, усилив То есть от молнии Ты не получаешь урона А там молнии не было А может была чуть-чуть Святой урон 75% Охренеть Только 25% А с косой, наверное, все 100% Да, это реально щит Который бы тебя Спас от Радона Очень хорошая вещь Если ты им пользуешься Если ты на силу прокачан То с ним, да, Радонам Возможно, будет легче Но я не знаю Ты же усиливаешь свой вес Там надо, короче, все пересчитывать Все, чтобы было сбалансировано И чтобы все работало Короче, как достать эту хрень Как мне бросить бомбу Или что мне бросить Подожди, я на создание предметов пришел Я хочу поджечь Встречается в местах Давай Сделал одну Давай бросим Чуть не совсем понятно Так, снаряжение 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 Сюда И сюда Не хочется большой бросать Сами, понимаете На, ну, бросай Их не рано, не горит Без понятия Как доставать эти штуки Они не режутся Они не бьются К чему они здесь положены Чувствую, придется еще одну серию пилить Наверное, по этим штукам Может, да Вполне может быть Ладно Все, друзья На этом, собственно, все Сейчас попробую прыгнуть вниз Не знал, если честно Что это за дверь Еще один костер Как костер называется Костер называется Проскрив... Рипция яростного пламени Драться я здесь не могу Какая-то дверь Ну, не открывается Это, наверное, одна из концовок Наверное Там у нас одна концовка С мужиком С рово Не закончилась Наверное, это она и есть Яж там Мы же-то закончили С вами игру Как? Другой концовкой Это одна из концовок Видимо, которая сюда ведет Видимо, тут бой Наверное, с ним должен был быть Или еще что-то Потому что Эта концовка не открывается Ну, смысл, дверь не открывается И, возможно, так и есть Да, вот это вот Наверное, надо было бы У того мужика довести Который с язвами был В круглом столе И он возле этого рва Наверное, меня где-то ждал Или я не знаю Но поскольку мы игру уже закончили Получается То эта штука и не откроется Наверное, мне кажется Вот так Так, я проверил Это реально Вот эта одна из концовок Здесь находится Поэтому здесь костеры сделали Это раз И еще у меня очень сильно Волновал вопрос Как 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 попасть Вот эту вот палатку Там, где есть Нашел На одном форуме Что, возможно Надо как-то Мне уже терять нечего Как там Попробовать С помощью врага Который бродит рядом Интересно Как этот враг Поможет тебе достать Ту штуку Сломать ее физически Нельзя Это я выяснил А вот А вот Вот этот товарищ Вроде бы как Может тебе помочь Потому что у него Какой-то бешеный урон И он может Эту штуку сломать То ли стрельнет Меня То ли Но мне здесь ничего нету Ну там соседи Вообще-то А, и тут есть Пипец Вот этой штукой Он может сломать Сломал Охренеть Шляпа торговца Кочевника Деяние торгового Кочевника Вот это да А как же мне Ту нижнюю сломать Как вам Я офигеваю Просто Хорошо что пошел Посмотреть Здрасте Сломал Но я тут дойти не могу Ладно А как мне того чувака Как мне нижнюю сломать Он с каким-то оружием бьет Видимо какой-то урон Наносит все-таки Видите можно Все можно Все можно Поэтому это очень интересное Подземелье Нижняя часть Да Концовка А вот это Вот так и ломается Как-то-то типчик Мне не нужен Я там второй Я и зачем Мне два Мне нужен Алло Бей меня давай Не этим Бей Ой спасибо Желтое око Хватит Хватит Вопрос А как тот Разбить Пшит за урон Он такой Наносит Видимо Какое-то оружие Разбивает Что-то Желтый Опять же Прыгать не придется Да Чтобы туда добраться Это наверное Не добегу Но там не было По-моему Чувака Один играет На скрипке Тут ломать По-моему Нечего 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 Тут ломать Нечего Тогда А Я теперь Сюда падать Могу Слушайте Я не разбиваюсь Охренеть Ха Еще один Секрет Вы знали Что если Вы сломаете Пол То сюда Теперь Можно падать Или я просто Зацепился Наверное Лишний раз Нет Не уйду Теперь Тут интересно Тут интереснее Чем все Дополнение Короче Вот эта часть Че Довольно Таки Интересно Так Давайте Еще Попрыгаем У меня Просто Еще Одно Место Осталось Видите Как Полезно Пошел Узнал Что Куда Где Как Оказывается Этот чувак Должен был Сломать Раньше Нам Голем Мы Ломали Да То Что Нам Нужно Было Разрушить Армуль Армуль А тут Оказывается Этот парень Стреляет Очень Мощным Выстрелом Так Пропускать Нельзя Насколько Мы Помним На каждую Плиту Прыгнуть И тогда У тебя Все Получится Если Будешь Пропускать Улетишь Вниз Такая Задумка Это Не я Придумал Такая Задумка Тут У меня Другая Задумка Твою Ж Мать Ну Ёперный Театр Кстати Мы Не Умираем Здесь Потому Что Здесь Локация Сообщения С Персонажами Можно Паять После Того Как Я Сюда Появился Нет Мы Игру Прошли Если Игру Не Прошли То Могли Быть Активировать Еще Одну Концовочку Бить Нельзя Дверь Закрыта Так Я Все Равно Доберусь Я Все Равно Попробую Разбит Так Там Нет Там Некому Бить Кто За мной Пойдет Интересно Вот Скажите Не Надо Попасть Там Где Был Щит Кто За Мной Пойдет С Так А В Игре Тоже Так Штуки Были А Я Не Разбивал Их Теперь Придется Перепроходить Игру Вернее Перепроходить И Сейчас Объезжать Все 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 Локации Этим Я И Займусь Все 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 Локации И Я Буду Искать Где У Меня Что Застряло В Палатках Оказывается Эти Бедуинчики Могли Могли Решить Мою Проблему Которая Даже Не Догадался Куда Мне Тут Прыгать Интересно Вот Это Сиганул Нафиг А Куда Мне Прыгать Реально Пипец Тут Допрыгнешь Чего я Разбиваться Перестал Потому что В этой Локации Нет Смерти Один Раз Добрался И Потом Дальше Все Хорошо Я Кстати Про пол Не знал Если Честно Я Только Посмотрел Что Надо Сломать Эту Штуку Сейчас Досмотрел Не Ну Тут Тоже Как-то Ломается Но мне Кажется Тут Нам Объяснили Как Типа Да Враг Может Сломать Там Врага Аж Не Было Там По-моему Никого Не Убивал Ё-моё Два Раз Одно И тоже Делаю Жесть Просто Какая-то Чего я Прыгнул Туда Зачем-то Тут 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 Реально Молчать Каждый Прыжок Песец Просто Ну Тут А А А Тут Коротенький Выступ Есть Я Дошел Ну И Где Враг Никто Мне Это Сломает Тут Никого Нет Алло Да Ну Жесть Ребята Какой-то Бомбой Наверное Надо Да А Может Отсюда Привезти Ребята Есть Кто Ребят Сломать Надо Алло Мужики Но Сломать Нужно Не Нет Никого Представляете А Вот Он Сидит А Как же Меня Заставить Вот Сидит Мечом Я его Убью Убирай Щи Дай Кулаком Мужик Иди Иди Сломай Мне Пала Иди Сломай Мне Палатку Говнюк Алло Он Пипец Он Даже Не Дерется Со Мной Жесть Добрый Какой-то Хорошо Сломать А Че Он Не Стреляет Он Ж Вот С Этой Аппаратом Ну Будь Мужиком Пипец Как Последнее Сломать А тут Больше Нет Никого Алло Живые Есть О Есть 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 Все Все Иди Сюда Не Того Бил Иди 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 Нашел Как Как Не сдохнет Смотри Сюда 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 Иди Иди Победил Охрен Народ Мы Влады Владыка Ладно Все На этом Развалили Шабрери 20 20 Сахар 20 Ряд По всей Земле Это Не Про тот Виноград Я Перепутал Это Это Мужик С головой Спустись Глубокое Подземелье Что находится По столице Древа Мэр Домер До встречи С тремя Пальцами Пламенной Ярости Блин Тут Еще Много Живых Осталось Дополнения Вообще Никого Не Осталось Все Подохли Никого Ладно Народ На этом Все Сейчас Выберу Наверное Закончим Мы С вами На земле Подземелье Вот здесь Неплохо Провели Финальную Серию Думал Нечем Будет Заняться Но Благодаря Этому Щиту Очень Даже Ничего Хочу Закончить Последний Привал Дракония Ями Нет Хочу Закончить Это Дело Здесь На Самой Большой Башне Мне Больше Всего Башня Понравилась В дополнение Самое Такое Светлое Высокое Место Сейчас Попробую Чтобы Это Была Не Ночь Ночи В дополнение Довольно Таки Мрачны У нас Сейчас Позднее Утро Нормально Нормально Пока Доберемся Будет Утро Хочу Вон К той Башне Добежать И на ней Закончить Сейчас Меня Птицы Правда Порвут Одно Из самых Высоких Мест В дополнение Только Что-то Там Костра Не Прилепили Вот Этот Момент Тоже Не Понял Такое Эпичное Место А Костра Нет Хорошо Что Мы Выговорились С вами В начале Серии Сейчас Я Просто Могу Наслаждаться Вот Этим Фантастическим Небом Убегая От Птиц И Забираясь На Башню Чтобы Завершить Свою Жизнь Дергай Сейчас Порвут Пока Лифт При Кто Лифт Оставил С той Стороны Включенным Блин Кто Этот Умник Я Наверное Там Птицы На меня Охотятся Ё-мо Я Не Пойду Туда Драться Ну Их Нахрен Поехали Вот Стойте Там Себе Грустите А я На Башню На Самую Высокую Ну Что Друзья Закончилось Наш Путешествие В Элден Ринг Дополнение Шэдов Оф Зэр Три Я думаю Больше Никаких Дополнений Уже Не Будет К этой Игре From Software Займется Думаю Новым Проектом Давно Пора Кстати Что-то Написано По-моему Было Самое Сердце Междуземья Здесь Повсюду Царит Смерть Только Для Того Чтобы Быть Подавленным Сердце Междуземья Друзья Это Мы Назовем Себя Сердце Междуземья Мы Находимся В самом Центре И мы еще живы А значит Значит Мы Победили Вон То Наш Наш Замок Был Заплетшийся Который Там Было Сражение Вон Эти Самые Зеленые Луга Которые Мы Добирались И дерево Поджигали Само Древо Темный Замок Короче Все Как на Ладони Драконья Часть Вон По Мостам Бегали Да Отсюда Можно Посмотреть Все Что Видели Внизу Красные Зеленые Лужайки Темная Зона Кстати Вон Тут Вон Тут Нет Зона С другой Стороны Где же темная Зона Все покрыто Соединяется Лес Бездны Вон Там Находится Вообще Конечно Атмосферно Вообще Конечно Красиво Вообще Конечно Очень Очень бы Хотелось Чтобы Помимо Красоты Здесь 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 Были Еще Какие Нибудь Знаете Места Которые Ты Приходил И не Просто Любовался Пейзажами И не Просто Пробегал На Корове Чтобы Это Было Так же Насыщенно Как в Основной Игре Вон Те Врата Куда Мы Выходили Первая Часть Замка Все Красота И все Отлично Очень 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 Хотелось Чтобы Это Было Вот Как Хотя Было Вот Это Вот Вот Такая Густонаселенная Местность Где Продуман Особенно В начале Игры В первой Половине Карты Так Вообще Продуман Каждый Квадратный Метр Практически Это Самое Большое Наслаждение Которое Получал Прохождение Если бы Еще С квестами Было Понятно Кто Куда Да Как Зачем Ити Ну Я имею В основной Игре Было Вообще Превосходно Какой-то Мини Дневничок Я бы Прикрутил Были Таких Как Я Чтобы Понимать Это Все Сейчас А не Понимать Потом Потом В гайдах Или В этих Википедиях Блин Было Бы Очень Неплохо За Могиль И Эти Все Места Как Мы Проходили Столько Персонажей Понятно Что Здесь Запутаешься Но Тем Не Менее Мы С Вами Вышли На Нестандартную Концовку Сами Ну С Подсказками Немножко Но Вышли Сами Да У У Нас Что Туда Получилось Не Верится Конечно Мы Столько С Вами Оббежали Любоваться Любоваться А Пофотографировать Можно Только С Видео Нашего Да Блин Класс Красота Конечно Так Вообще Виды Конечно Обалденные Ладно Друзья На этом Мы С вами Будем Прощаться Честно Скажу Если бы Не наше Сообщество Любителей Elden Ring То Я бы Отложил Эту Игру Наверное На Годика Пол К Декабрю Месяц Честно Признаюсь Если бы О Даже Дождь Пошел Elden Ring Заплакал Он Решил Сплакнуть Как так Как ты Меня мог Бросить Луна Просто Сходит И Туман Вышел Смотрите Как Меняется Все Вокруг Все Сразу Поменялось Совсем Красочная Яркая Пошел Дождь Вышел Туман Надвигается Уже Луна Исчезла Я бы Реально Отложил И отменил Предзаказ После того Как Начали Врать Зарубежные Журналисты О том Что это Самое Великое Дополнение Но Поскольку У нас Есть Армия Поклонников Elden Ring То Ради Этой Армии Я решил Режиме Нон стоп Полностью Как мы Любим Собственно Исследовать Каждый Клочок Карты Этого Дополнения Поэтому Те Все Кто Будет Смотреть Эту Игру Я думаю Где то Я думаю Основное Основное Количество Подписчиков И Зрителей Придет Сюда Мне кажется Осенью Осенью Под Новый Год И вот Когда вы Будете Смотреть Под Ёлочкой Вот Эта Вот Финальная Речь Мою Пойдите Поблагодарите Тех Людей Которые Писали Комментарии И мысленно Можете Послать Спасибо Кто Ставил Лайки Что Это Дополнение Вышло Именно Своевременно И вышло Вот Таком Подробном Варианте У меня Большое Было Желание Делать Нарезочку Там Где Нет Ничего То есть Забегаем Мы например Сюда А здесь Мы даже Ни одного Предмета Не нашли И мне Очень Хотелось Это все Отрезать И не Показывать Собственно Ничего Только Самые Самые Интересные Моменты Серии По 30 40 Минут И бои Без Собственно Вот этих Бесконечных Попыток И стратегий Но Знаю Что у нас Есть Большое Количество Поклонников Этой Игры Именно Для вас Я собственно Все это И Снимал И благодарю Вас За то Что вы Поддерживали Потому что Это был Стимул Стимул Снимать Подробно Хотя Много Со многим Я здесь Не согласен И хотелось Заширнуть Куда подальше Иногда Это дополнение Но Но благодаря Вашей поддержке Мы с вами Дошли до конца Оказались На этой башне Увидели Абсолютно Практически Наверное Все в этом Дополнении Победили Абсолютно Всех Боссов И с чистой Совестью Ждем Теперь Новых Проектов From Software Надеюсь Они учтут Ошибки Которые Допустили Именно В этом Дополнении Их Нужно Исправлять Иначе Иначе Доверие Подорвется Иначе Иначе Надеяться Будет Не на Ко Если Вы Такое Выпускаете Или Capcom Как Выдал Dragons Dogma 2 Надеюсь Они тоже Обдумают Своё Поведение На кого Тогда Надеяться Если Лидеры Игровой Индустрии Вот такое Выпускают Ну я имею Ввиду Dragons Dogma 2 Дополнение У нас Вышло Сносным Относительно Не считая Некоторых Моментов Поэтому Давайте Наверное Особенно Японские Разработчики Собирайте Силами Отдыхайте Наверное Больше Потому что Нам Нужен Качественный Контент Давайте Не будем С вами Ой Я Вообще Рискую Давайте С вами Не будем Наверное Да Гнаться За Доходами Лучше Наверное За доверием Гнаться Потому что Где будет Доверие Там Будут И доходы Не нужно Гнаться За копейкой Это путь В никуда Делайте Качественный Контент И у вас Будет И то И другое Если Вы не будете Лениться И не будете Халтурить Как Как иногда Бывает В общем Это пожелание Разработчикам Вон Кто-то Умер А Видели Видели Да Это ответ От разработчиков Пришли души Они поняли Они поняли Они поняли Что я говорю Они слышат меня И ответили мне душами Благодарю вас Всех Друзья За поддержку За лайки Комментарии И до встречи В новых Интересных Мирах На наших Каналах Но в свете Последних событий Что может быть С ютубом Очень грустно Все это Конечно Обдумывать Но я это Озвучивать не буду Думаю Вы и сами Знаете Что происходит Я очень рад Что успел Доснять Эту игру Потому что Дальше Дальше неизвестно Как будет Все складываться В каком виде Придется Выгружать Видео На каналы Но Время покажет Время покажет Надеюсь Все закончится То что Вокруг происходит И мы с вами Еще Побываем Не в одном Мире На наших Каналах А побывать Есть где Список Ой какой И мы с вами Обязательно Справимся Туда Где Еще Не бывали Все вместе Спасибо Спасибо Всем Кто смотрел Еще раз Друзья И До встречи До встречи В новых Интересных Мирах На наших Каналах С вами был Дмитрий Канал Шедвиль ЛПлей Пока